Всех приветствую. У нас сегодня первое занятие. Оно вводное. Мне так хочется на всех посмотреть. Кого-то я видел на собеседовании. С кем-то мы много лет знакомы. Это очень приятно. Я приветствую всех, кто смотрит нас онлайн из разных городов России, не только России. У нас и Великобритания, и Евросоюз, и Соединенные Штаты. В общем, это очень приятно. У вас 50 человек будет в зале. То, как вы расселись, это не на всю жизнь. Вы можете потом как-то все это объединяться. Надо будет привыкнуть. Вы будете полгода, как минимум, здесь находиться. Для очных студентов хочу напомнить, что вам нужно будет подойти к нашему методисту. Эльмир Маратна вам ее представит. Она будет учиться с вами в вашей группе. И все вопросы, пожелания, документы, учебные планы вы будете с ней обсуждать. Она вам будет помогать. Если у вас что-то произойдет, вам нужно будет на выходной ехать с ребенком, с мужем, с подругой, с друзьями, что-то случится, то у вас будут все равно копии ваших занятий в вашем личном кабинете. Это не значит, что надо все пропускать, потому что у вас будет доступ к телам преподавателей. И лучше быть очно. Но если у вас случится так, что нужно будет где-то на день, на два пропустить, технически это возможно. Главное, чтобы вы этим не злоупотребляли. Для тех, кто учится онлайн, Эльмир Маратна вам сегодня все расскажет, как будет проходить программа обучения, как работает программа по зачетной системе. Мы ее тестировали уже раз сто. Все работает прекрасно. Вам надо будет неморально подготовиться, потому что это видеоответ, это письменный ответ. И форма контроля такая очень современная. Как Эльмира говорила, и как раз пользуется высшая школа экономика, за что им отдельное спасибо. Наше сегодняшнее занятие не будет до конца дня, не до шести часов, как мы будем с вами учиться с преподавателями. Напоминаю, у нас сегодня вводный урок. И цель вводного урока – это ввести вас в то, что мы несем, и то, чем мы будем с вами заниматься. Ну и ответить еще и на ваши вопросы дополнительно в том числе. Соответственно, мы с вами прозанимаемся, я думаю, часов до трех. И вы выдохните и проведете последний свободный выходной в своей ближайшей жизни. Значит, что еще вам надо знать? С десяти до шести вы будете здесь. У нас будет два перерыва. У вас на партах лежат раздатки. Это первый, как я понимаю, модуль. А все остальные модули будут вам дополняться. И онлайн, кто нас смотрит, вы тоже можете посмотреть на вашу электронную тетрадь. Вам будет досылаться каждый модуль. Вам будет класться он физически и виртуально. И каждый модуль у вас будет дополнительный. Чтобы у вас не было перегруза, чтобы у вас не было какого-то такого желания забежать вперед. Выучить все вперед. Вот модуль. Модуль изучаем. Хорошо. Вопросы будут приветствоваться. Я думаю, что преподаватели будут очень активно отвечать на ваши вопросы. Я думаю, что вам не нужно сдерживаться. Нужно учиться выражать свои эмоции, свои чувства, свои мысли. И если вы чего-то не поняли, недопоняли, обязательно переспрашивайте. Хорошо? Поскольку мы только с вами начинаем, на первом этапе могут быть какие-то шероховатости. Приехать, уехать. Мы за гардеробом этот вопрос решим. Как это сделать так, чтобы это было чуть более комфортно. Может быть, мы часть перенесем на четвертый этаж. В общем, я вам все по ходу занятий буду рассказывать. Мы будем стараться делать так, чтобы вам было удобно и комфортно. Давайте начнем с того, что мы ввели в курс еще одного преподавателя. Если вы помните, на дне открытых дверей я об этом обмывался. Да. Этот человек просил вам передать следующее. Если бы люди хоть немножко знали хоть одного античного философа или хоть одну античную школу философии, я уж не говорю про стоицизм, то, наверное, им бы не нужна была никакая психотерапия. Потому что вся психотерапия мира, то, что мы называем мировоззрением, то, что мы называем изменением отношения к событию, управлением эмоциями, управлением выбором реакции, это все философия. То, что она до сегодняшнего дня дошла и называется психотерапия, это скорее дань современности, нежели реальность. Потому что так или иначе вы будете все равно приходить к философскому заключению. Нет событий, которые нас расстраивают, есть наши отношения к событию. Я это сказал еще Зинека, Марк Аврелли, и все, что связано с античностью и стоицизмом. Это их идея. И вся современная психотерапия не придумала ничего нового. Они просто взяли стоицизм и его немножко переупаковали, чтобы красиво вам продать. И мы очень гордимся с Эльмирой тем, что мы одни из первых, кто в России приносит стоицизм и приносит философию таргетно для терапии тревожных расстройств. Потому что вы в институтах изучали философию со словами «Ой, я хоть посплю». Как на паре. Кто-то вообще не помнит философию, а кто-то ее помнит и говорит «Что это за нудятина такая?» У нас не будет скучности на философии. У нас будет исключительно четыре больших дня посвящены именно вопросам тревоги и депрессии. Как люди создают тревогу и как люди себя депрессируют. И как из этого выходить. То есть я представляю, что вы, как будущие консультанты, должны стать философами. Потому что невозможно, вот положа руку на сердце, сердце, помните, да, что здесь находится? Не здесь, а здесь. Вот. Положа руку на сердце, я могу сказать честно, что каждый психотерапевт, хороший психотерапевт, должен быть хорошим философом. Это не значит, что вы должны быть просветленным монахом, стоять на гвоздях. Я вот больше трех минут пока не могу. Но я учусь. Да, это не с энергиями связано. Это с другими вещами. Но я потом вам про это расскажу. Но каждый видит что-то свое, конечно. Но мы видим в этом больше физиологических, рефлексорных моментов. И вы должны стать каждый по-своему философом. И поменять мировоззрение людей после схематичной терапии панических и тревожных расстройств можно только тогда, когда вы можете с ними действительно вести хорошую философскую работу. И опираясь именно на эту хорошую философскую работу, мы с вами можем действительно что-то добиться. И я очень рад, что мы смогли этот блок все-таки сделать. Это такой вот важный момент. Следующая новость заключается в том, что вчера родилась Ассоциация экспертов эмоционального интеллекта. И эту ассоциацию сделали мы. Она зарегистрирована в Едином государственном реестре как ассоциация. И ваш покорный услуга ее председатель или президент Эльмир Маратовна вице-президент. И тут есть еще один вице-президент где-то ходит. Но он занят организационными вопросами. И смысл этой ассоциации заключается в том, что это будет первая ассоциация в России, которая будет проводить международные конференции по эмоциональному интеллекту, биохакингу, биоинженерии, физиологии, современные открытия, американский ТЭД, русский ТЭД и все, что связано с психотерапией и физиологией. И мы очень ждем ассоциацию наших лучших студентов, лучших выпускников, которые действительно хотят развиваться в этой профессии, действительно хотят заниматься научным, обоснованным методом и помощью людям. в планах у нас в следующем году как раз провести первый форум международный с международными спикерами именно по эмоциональному интеллекту. Потому что, как мне представляется, это хорошее будущее как и для психологов, так и для всех людей, когда мы базируемся не на розовых единорогах и не лечим панические атаки, убирая сахар из своей диеты, убирая глютен из диеты, думая, что панические атаки связаны с перепадом погоды, не знаю, с чем там еще, с низким гемоглобином. В общем, вот так, чтобы мы четко с вами представляли, на что мы опираемся. Если вы посмотрите ваши тетради, то автор и соавтор этого курса Эльмир Маратна, она на первой странице вам очень крупно и жирно написала, что такое доказательная медицина. Эльмир еще с вами об этом будет говорить. И мы будем базироваться только на доказательной медицине и на тех вещах, о которых в институтах мало говорят. В институтах говорят очень про много концепций, на 90%, 90% из которых уже давно не имеют никакого отношения к доказательности, такая как пирамида Маслов, например. Почему-то все психологи верят в пирамиду Маслов, но ни один психолог не в курсе, что это давно опровергнуто. Вот никто это не знает. А все сидят с умным лицом, значит, изучают Маслов. Значит, это вот иерархия потребностей. А никто, ну, мало кто из пирамиды Маслов в курсе, вы просто можете вбить в Яндексе опровержение пирамиды Маслов. Вы видите огромное количество статей. Вы можете найти в Ютубе, Андрей Владимирович Крупатов об этом высказывался на одном из своих интервью. Это давно опровергнутые вещи. Их еще преподают в институтах. Я уж не говорю про то, что там преподают то, что, в принципе, невозможно к применению по определению. Вот мы с Эльмирой говорили о том, как можно вылечить РПП транзактным анализом. Да никак. Но не лечится РПП транзактным анализом. Ну, хоть ты убейся. Оно так не работает. А вот кто-то лечит. Ну, видимо, этого представления. Соответственно, у вас будет в самом начале пирамиды доказательности от теории и личного суждения до различных исследований, включая рандомизированные исследования и включая метаанализ или высшей степени доказательности. И мы все-таки будем опираться, и наши преподаватели будут опираться именно на то, что доказано. вы видите портреты наших прекрасных предшественников. Анохин, Павлов, Ухтомский или Ухтомский, Сеченов, Симонов, Бехтерев. И вот мы будем опираться на то, что действительно проверено метаанализом, что действительно проверено, рекомендовано, а не будем высасывать из пальца программу, которая соткана из там десятков преподавателей, у каждого из которых своя теория. Многие из вас сталкивались с тем, что вы были в институте, были на каком-то курсе. Я сейчас хочу перечислить такие вот основные проблемы. Это видео наверняка посмотрят мои коллеги уже по образовательному цеху и по цеху психотерапии, так сказать. И я считаю, что есть восемь основных таких фундаментальных проблем в нашем образовании. Если бы я выступал в Госдуме, у меня была бы такая возможность, то я бы, наверное, эти восемь тезисов бы заявил. И вот как Денис Проценко пришел когда-то и сказал, ребят, у нас со здравоохранением все очень печально, давайте делать какую-то реорганизацию. Мы на ковиде увидели, как это все у нас плохо работает. И мы знаем, как это хорошо можно модернизировать. Его послушали. Ему позвонил президент, сказал, сможешь? Он сказал, смогу. Давай. И вот если бы так же случилось с образованием, мне нужно позвонить, я там сейчас шашку вытащу, побегу, меняйте образование. А хотя бы, чтобы люди прислушались. Потому что то, что происходит, я сам учился. И то, что происходит, и вы учились. Кто был на собеседовании, все помнят одну и ту же фразу. Звучит, например, так. Было, в принципе, интересно, правда, ничего не понятно. И, в принципе, неплохо, но как в итоге работать, тоже непонятно. Ну, как бы были какие-то интересные предметы, ну, и на этом и все. Первое, в чем проблема, это старая сама система. Я когда-то выступал на кафедре здравоохранения первого медицинского университета имени Сеченова. Я читал лекцию для заведующих поликлиник, больниц будущих. И ко мне подошла заведующая одной кафедры. А меня понесло на ВСД же. Передо мной сидят заведующие врачи больницами, значит, поликлиниками. И я тут рассказываю про диагноз вегетсосудистой дистонии. Было еще несколько лет назад. Значит, я так эмоционально, в диагностику, значит, диагноз, что-то происходит. И я видел в их глазах много растерянности, потому что они понимали логически, о чем я говорю, но они не понимали номенклатурно, что с этим делать. И ко мне подошла после лекции одна женщина, заведующая кафедрой, и поблагодарила, говорит, вы знаете, у меня программа 80-го или каком-то 76-го года. Нам нет этого в программе. это медицинские направления. И очень много вузов работают в высшем образовании, особенно по очень старой программе, которая вообще не имеет никакого отношения к реальности. Ну, от слова совсем. То есть она просто начитывается и начитывается, и начитывается, и начитывается. То есть сама по себе программа старая. Второе. Сам педагогический состав. По моему глубокому убеждению, предмет, который читает преподаватель, этот предмет должен быть предметом его исследований, его интерес. То есть он должен в нем разбираться. К сожалению, российское доп. образование, да и не только доп. грешит тем, что преподаватель, который читает какую-то дисциплину, его либо попросили, либо он сказал, ну, в принципе, я могу. Но шаг влево, шаг вправо, он уже не понимает, о чем идет речь. Это то же самое, что мы бы попросили прочитать вам физиологию парня, который когда-то учился в медвузе, который работает травматологом, и, значит, его надо попросить рассказать вам теорию и вероисцеральных систем. Он говорит, но я что-то помню, я там конспекты подниму, там, YouTube посмотрю и прочитаю там схематично. Но ваши преподаватели это люди, которые занимаются своим предметом день за днем много-много лет. Вы это сразу поймете просто. То есть преподаватели не понимают порой сами в наших вузах и в доп. образовании, о чем они говорят. Здесь же есть другая проблема, что то, что говорит преподаватель, может быть, это понимает, но, например, она говорит, панические атаки возникают у людей, потому что у них низкий сахар. И вот если правильно наладить питание, можно вылечить паническое расстройство. И страшно то, что они в это верят. Вот это самое страшное. Потому что это то же самое, что верить, что земля плоская. Просто всех убеждается с трибуны, что земля плоская, ребята. Вы просто не знаете. Она плоская. Понимаете, да? И это выглядит точно так же. Это печально. Третье. Большинство доп. образования России, как и высшего образования России, состоит из предметов, восемь из которых из них просто проходящие. Вы наверняка были на таких программах, когда есть много заявленных предметов, и вы думаете, что сейчас, значит, на каждом предмете будет что-то интересное, полезное, но по факту вы понимаете, что это вода. Они просто есть, чтобы были. Они просто читаются для того, чтобы их отчитать. В результате вы сидите, и вы понимаете, что, это четвертый пункт, что эти предметы совершенно не про запрос клиента. то есть те предметы, которые читаются в доп. образовании или в высшем образовании, не отвечают на запрос клиента от слова совсем. Они имеют идею общего представления, какого-то общего представления, но на запрос клиента это не отвечает от слова абсолютно. Поэтому, когда мы делали с Эльмира программу, ну, я уже говорил, что мы не очень здоровые, мы делали так, что каждый предмет и каждая лекция решает какую-то поставленную задачу. Это тревожные расстройства, панические, УКР, ипохондрия, депрессия, это дефициты. То есть мы сделали так, чтобы каждая лекция, каждый предмет решал реальный запрос в кабинете. То есть мы программу делали из кабинета, а не из общего желания, чтобы вам понравилось, было интересно. Мне не надо, чтобы вам было интересно. Мне нужно, чтобы вам было понятно, ясно, как работать, а не просто интересно. Потому что вот огромное количество предметов, которые не отвечают на запрос, вызывают у студентов следующий вопрос в голове. И что? Вот люди выходят из института и говорят, и что? Делать-то что с людьми? Поэтому по статистике Росстата у нас 65% областников психологических факультетов не работает по профессии. На вопрос, почему, они говорят, а мы не знаем как. А что ты 4 года делал? Ну, я учил кляксы, делал тесты в МПА, я разбираюсь в шкалах, я даже слышал такую фразу, как анальная фиксация, и мы сравнивали анальную фиксацию с оральной, а потом это все по шкалам сегментировали, а потом нас сводили в больницу, и мы даже видели душевно больных. Я говорю, ты умеешь с паническими атаками работать? Нет. Тебе что-то за 4 года в УЗИ рассказали про это? Нет. Ну, где-то там кто-то сказал, что это приводит к паническим атакам когда-нибудь, а как, алгоритм у тебя есть? Нет. У тебя красный диплом? Да. В психологическом пути? Да. 2021 год, красный диплом психака. Нету слова паническое расстройство в голове. Так это же самая популярная история. А чему ты учился 4 года? Это то же самое, что 4 года учиться, я не знаю, там, что сейчас уже давно атрофировано. Ну, то, что уже давно неприменимо. То, что компьютеры заменили, зачем этому учиться? Пятое. Очень частый грех доп. образования российского и не только доп. это то, что вы приходите на предмет и у вас один преподаватель противоречит предыдущему. Вам один преподаватель говорит, знаете, чтобы вылечить невроз, надо идти справа налево. Следующий семестр. Следующий преподаватель, знаете, чтобы вылечить невроз, надо идти слева направо. Следующий семестр. Знаете, чтобы вылечить невроз, надо идти сверху вниз. и следующий семестр. Вообще неврозы лечить не нужно. Нужно никуда идти. И вы потом сидите, и вы не можете понять, так куда же мне идти? Справа налево, слева направо, сверху вниз или никуда не идти? Ответ. Разберитесь сами. Вот как вам хочется, туда и пойдете. Простите. Вы видели врача, хирурга, который такой говорит, ну, можно, в принципе, аппендоктомию делать, вот, в принципе, как бы энергетическим путем. А можно на иголки встать с гвоздями, как это помогает от аппендикса. Ну, каналы же энергетические набирают мощь, там все, там поднимается энергия вверх, аппендициты рассасывают. Можно, в принципе, вообще ничего не делать, а можно сделать малоинвазивный доступ и высокотехнологичную лапароскопию. Ну, как бы хирург сам решит. Но так не работает физиология, человек ничем не отличается. И то, что у вас происходит с головой, ничем не отличается. Должна быть система, которая проверена и доказана. И не надо ничего придумывать, справа налево, либо слева направо. Есть единые стандарты. Да? И этому надо будет следовать. Следующая проблема в образовании – это то, что в программе нет логики. То есть предметы разбросаны по курсу в доп. образовании в Российской Федерации так, что они нелогично друг с другом связываются. У вас на первом курсе один предмет, потом вода, 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 потом опять какой-то предмет важный, потом опять вода, 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 потом еще что-то, и у вас нет структуры. Поэтому мы, когда с Эльмирой делали программу, мы очень много потратили часов, нервов, волос для того, чтобы выстроить так программу, чтобы она была логичной. От физиологии до моего блока. Чтобы она не была, вот как бы в голове, не была сложна к логическому усвоению. Это очень важно. И вы это увидите сами. Следующий тезис про российское образование – это то, что нет единой системы, которая объединяет вот все предметы в единую структуру с вопросом, так что же мне делать в итоге. То есть нет отработанных протоколов, нет отработанных чек-листов. И доп. образование грешит именно этим, что вроде много предметов, а делать что непонятно. Поэтому мы с Эльмирой опять же сделали таким образом, чтобы у вас было на выходе четкое представление, что делать на первом занятии, на втором занятии, на третьем занятии. Какой большой цикл, малый цикл. Сергей Александрович Подсадный, который у вас очень скоро тоже начнет читать курс. Я думаю, что вы все в него влюбитесь. После его лекции вы, в принципе, поймете, и у вас в голове будет настолько хорошее представление о том, что надо делать с людьми. Потом вы это все наложите на схему, наложите на протоколы, на диагностику. Я убежден, вы выйдете отсюда со словами «я первый раз поняла». Вы же сейчас первым вышли, так сказать, а кто-то и не с одним. Вы выйдете отсюда и онлайн кто закончится, вы скажете «я наконец-то поняла, что надо делать». Да, мне нужен опыт, да, мне нужна практика, но я хотя бы понимаю, что мне нужно делать и как это будет выглядеть. Ну и, соответственно, самый последний пункт это то, что очень слабый контроль. Промежуточный контроль. В медицинских вузах еще более-менее с коллоквиумами там все-таки стараются, но психологические факультеты, но там контроль ни о чем. Просто читаются предметы, просто читается в доп. образовании набор предметов, которые никак не проверяют, что у вас в голове. Но мне, в принципе, понятно, почему нет контроля хорошего, потому что нечего контролировать. Ну, прочитали вам сегодня Карла Густава Юнга с аниме и с анимосом, а потом вы прочитали расстановки по Хеллингеру. Что контролирует у вас? Ни то, ни другое не имеет никакого отношения к невротическим расстройствам. Что проверять? Как вы разобрались в теории Юнга с его мамой, которая очень любила эзотерику, или как вы хотите поговорить со стороны шкафа и табуретки? Ну, можно. Но, к сожалению, к реальным пациентам не имеет никакого отношения. Поговорить об этом можно. И будет даже кому-то интересно. Иногда даже семейные пары любят играться в такие штуки. И вот эти расстановки, они очень так веселят, показывают какие-то психологические штучки, заставляют супругов поговорить, увидеть какие-то вещи. Это в лучшем случае. Но к невротическим расстройствам не имеет никакого отношения. Потому что как человек внутри имел свою философию, свои какие-то внутренние особенности, так он с ними уйдет. Какое-то время будет что-то более интересно, видно, но пройдет неделя-две, и это все рассосется. Отдельно хочется сказать слова благодарности «Ассоциация когнитинопеденческой терапии» и лично Дмитрия Викторовича Ковпаку и его супруги Алисе. Мы вот не так давно разговаривали. И очень надеемся, что вы также сможете присоединиться к ассоциации не только экспертов эмоционального интеллекта, которые мы сделали, но и к ассоциации когнитинопеденческой терапии. У вас не так много дней осталось до курса когнитинопеденческой терапии. И я думаю, что Павел Плясов вам все про это расскажет. Если вы продолжите свое образование в ассоциации, то я только буду рад. Соответственно, мы поспособствуем так, чтобы вы на нашем курсе освоили хорошую базу, хорошие азы, а дальше уже сами решили какой-то метод изучать дополнительно. Есть еще одно ноу-хау, которое у нас будет. Я бы не хотел, чтобы вы удивлялись. Я бы не хотел, чтобы вы переживали по этому поводу. Вспомните все свое образование, да, высшее. Представьте себе, что на разные предметы, на первом курсе, на втором, на третьем, приходил бы к вам фотограф. И так вот, не означая, где-то там шлендл, 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 что-то там фотографировал, фотографировал. А потом, в конце, когда вы получаете диплом, вам мы присылали флешку или диск с вашими фотографиями. На первом курсе, на втором, на третьем, на четвертом и на дипломе. И у вас будет такой маленький архив, и мы хотим сделать такую штуку, чтобы у вас, вот кто будет живой, в частности, да, были такие фотографии. Чтобы потом, когда вы будете вести свой Инстаграм, станете популярным консультантом, скажете, вот несколько лет назад вот так вот это выглядит. И вам будет приятно, и клиентам будет что показать, и написать будет что о каком-то жизненном пути и этапе. Поэтому не удивляйтесь, если иногда на наше занятие будет приходить фотограф и ненавязчиво где-то там часочек ходить, что-то делать. Хорошо? Это вам будет интересно. Ну, и будет вам контент в вашей социальной сети. Ну, и последнее, что бы я хотел сказать, и у нас начинает урок Эльмир Маратовна, как автор курса, это про вашу ответственность. Нет метода психотерапии, особенно касается ответственности дистанционных студентов. Нет метода психотерапии, который лечит неврозы. Нет единого протокола, которым можно вылечить невроз. Понимаете, нет протокола, который может помочь матери, потерявшего ребенка, пережить это горе. Нет протокола, который может помочь быстро найти решение какой-то личной драме. Нет метода, и нет секретных упражнений для того, чтобы простить отца или мать. Нет протокола, который позволит быстро принять себя безусловно. Нет метода, и нет протокола, который поможет вам научиться видеть в людях, научиться не зарабатывать любовь какими-то своими заслугами. Таких протоколов и методик на планете не существует. Существует попытка говорить с вами на очень важные темы о правильном способе. И искусство психотерапии это говорить с человеком на правильные для него темы правильным способом и задавать вопросы. Поэтому учиться вам нужно будет не столь протокольному методу, но знать диагностику, безусловно, сколько учиться говорить с клиентом на верные для него темы верным способом, с верными вопросами. И вы удивитесь, но когда вы будете просто говорить с ним о важных для него темах, важным способом, задавать важные вопросы, вы будете видеть, как вам будут благодарны люди, потому что вы таким способом будете поднимать в них рассуждения, которые потом внутри них будут прорастать в изменениях. Это и есть личностный рост. И последнее здесь же. Психотерапия – это не метод, который можно раздать, как зерна. Психотерапия – это не только искусство вопросов, разговора, философии, но это еще очень много про вас. Про вас как человека, как личность. Потому что вас будут выбирать, опираясь на что-то вас, на ваш ресурс, на ваш опыт, на вашу харизму, на вашу идею внутреннюю. Поэтому об этом надо уже заботиться сегодня. И ваши внутренние изменения будут изменять портрет вашего клиента, ваши внутренние изменения будут изменять портрет и запрос ваших клиентов. и очень важно, чтобы вы сами чувствовали свой рост. Вот если вы вспомните меня, например, в 2011 году и в 2021 году, то наверняка вы увидите изменения. И вот именно личные какие-то профессиональные изменения. Многие сказали, что за последний год я сильно поменялся. Но я не читаю книг, я не читаю литературы много. Эти изменения идут во мне, потому что у меня очень много мотивации, очень много работы. Никогда про это не забывайте. Не думайте, что вы закончили учебу, и вы заморозитесь. Вам придется постоянно большим количеством практики себя развивать. У нас вводное занятие. 9 числа здесь же начинается большой прекрасный предмет физиологии. Я вам всем очень завидую. Я искренне вам всем завидую. Если бы у меня когда-то был такой курс, наверное, все было бы по-другому. Но мне пришлось пройти очень большой путь, чтобы выстроить ту систему и то понимание невротических расстройств и их терапии, чтобы объединить это все в единую структуру. И сегодня у нас это получилось. Это когнитинопоединческая терапия, это личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия Борис Дмитриевич, это физиология, это патофизиология, это физиология головного мозга, это философия, это объединение в единую структуру. И я, наконец-то, мне потребовалось 10 лет для того, чтобы сделать эту систему системой. Поэтому давайте начинать о технической части и о том, чем мы будем заниматься. Эльмир Марат Нагиреев, соавтор курса. Здравствуйте, уважаемые студенты, уже не абитуриенты, а студенты. Рада вас всех приветствовать, видеть в очередной раз. Мы встречались на собеседованиях. Я думаю, что вы в курсе, кто я, как меня зовут, но для тех, кто сопротивлялся, запомнить. Меня зовут Гиреева Эльмира Маратовна. Я являюсь сооснователем школы эмоционального интеллекта и психотерапии. И я руковожу такой структурной частью, как учебный департамент. То есть по факту я тот человек, который совместно с Алексеем реализует... Так, мужчина, спасибо. Который реализует все его, ну и наши совместно с Алексеем гениальные идеи. Собственно, как вы понимаете, философия реализовалась. Я долго сопротивлялась, но это произошло. Какие у нас на сегодня планы? Моя задача сегодня дать вводную часть и погрузить вас в экосистему обучения. Это будет нестандартная лекция, как вы привыкли слышать обычно, что там выходит преподаватель и начинается. Нет. Это будет немножечко другая история. И вторая часть моего спича, она будет посвящена непосредственно структурной части образовательного процесса. Что за такая сакральная платформа, на которой будет проходить форма контроля, потому что мы не исключаем, что даже у очных студентов тоже там какая-то часть формы контроля будет проходить. Это непосредственно решается совместно с преподавателями. А вот Меркуриев Владимир Александрович сказал, что очных студентов он хочет слышать лично, поэтому ему вы будете сдавать коллоквиум, сидя в аудитории, а дистанционно ребята, которые у нас учатся, они будут сдавать на той самой платформе. Но об этом чуть позже. И как бы это ни было странно, вот эти вот две части моего выступления, они очень взаимосвязаны. И почему вы сейчас поймёте? И так, куратору мы перейдём чуть позже, сейчас. Я смею сделать два предупреждения. Предупреждение номер один. У меня есть такая особенность. Я, бывает, не слышу на одно ухо. И если сейчас посчастливится даже, что я буду слышать в оба уха, всё-таки, если будет какой-то вопрос, поднимите лапку. И я вас увижу, и мы с вами проведём какую-то дискуссию. То есть эмоциональные выкрики у нас не приветствуются, а у нас приветствуется всё-таки, да, какая-то более деликатная взаимосвязь между друг другом. И, собственно, ну что, приступим. Во-первых, я вас всех ещё раз поздравляю, вы те самые студенты, которые будут говорить, а я когда-то учился на первом потоке в школе эмоционального интеллекта. Действительно, очень важно, потому что вы у нас такие первооткрыватели, люди, которые достаточно долго ждали. Мы строили, строили и, наконец, построили. И мы с Алексеем действительно прошли огромный путь, прежде чем здесь мы все собрались. Этот путь, он связан не просто с тем, что мы сели с Алексеем и, значит, решили сделать какую-то штуку, чтобы на фамилии Алексеева Красикова заработать денег. Эта история, она очень фундаментальна, потому что, как мы неоднократно повторяем, мы с Алексеем немного сумасшедшие в этом плане, и мы очень горим психотерапией, мы очень горим нашими клиентами, которые имеют положительные результаты, мы очень горим теми изменениями, с которыми они сталкиваются, со сложностями, с которыми они сталкиваются. Я прекрасно помню тот день, когда как-то встретились с Алексеем, и речь зашла что-то про работу, в общем, мы как-то беседуем, и я, значит, говорю, Леш, у меня сегодня было 9 клиентов, я так устала, он говорит, так ты же вчера работала, и вчера, и позавчера, и позапозавчера, и он говорит, Эльмир, у меня такое ощущение, что мы с тобой вдвоем, ну что, больше нет психологов, которые вот работают, и я прекрасно помню этот диалог, как мы дальше стали его развивать, ну и через какое-то время, буквально через пару месяцев родилась школа эмоционального интеллекта, и когда мы дальше стали обсуждать эту тему, я помню, я сижу и говорю, Леша, я искренне хочу доверять своих клиентов другим людям, ну чтобы не было вот этой очереди, чтобы я могла порекомендовать кого-то, для меня это, правда, очень важно, потому что я неравнодушна к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди, которые к нам обращаются, и я надеюсь, что вы тоже, это очень важно. И, собственно, да, о чем мы сейчас будем разговаривать? Мы будем разговаривать об обучении, что такое обучение? Обучение это процесс, это практика, и что такое практика? практика это действие, и вы пришли сюда учиться не теории в первую очередь, вы пришли сюда учиться практики, И к этому нужно быть готовыми. Это первый тезис, который вам стоит запомнить. Что школа эмоционального интеллекта – это не про разговор. Школа эмоционального интеллекта – это про действия, разговор и результат вашего клиента. Вот, что такое психолог? Кто такой психолог? Вы куда пришли учиться? Вы пришли учиться на психолога. Давайте с вами подискутируем немного. Кто такой психолог? Как вам кажется? Давайте, лапки поднимаем, включаемся в процесс, не стесняемся. О, отлично, еще варианты? Терапевт души. Я ждала этого ответа. Спасибо. Вот, психолог – это не шаман. Психолог – это не человек, который там открывает чакры. И это даже не человек, который лечит душ. Психолог – это человек, который улучшает качество жизни клиента. И как вы это будете делать, я сейчас вам всем расскажу. Вот, душа – это вообще моя любимая тема. Что такое душа? Душа – это нематериальная составляющая человека. Вот, как можно вылечить что-то, что нематериально… Ну, то есть, да, мы это не можем никаким образом… Ну, мы не можем туда приложить подорожник. И вот у меня всегда такой некий когнитивный диссонанс возникает. Но это не значит, что слово «психолог» – это какое-то ужасное слово, и что профессия «психолог», она ужасна. Вот, не так давно я беседовала с одним очень привлекательным молодым человеком, который длительное время наблюдал за тем, как мы с Алексеем, собственно, создавали всю эту историю. И он мне сказал, говорит, «Эльмир, вы с Алексеем делаете очень важную и хорошую вещь». Я говорю, «Что ж там такого?» Он говорит, «Ну, это понятно, что вы помогаете большому количеству людей, что, значит, вам многие люди благодарны». Но самое важное – это то, что мы возвращаем профессию психолога к фундаментальному значению. Понимаете, в чем суть? Вот идеология школы эмоционального интеллекта – это вернуться к истокам. Это не значит, что мы будем сейчас здесь, собственно, разжигать костер из камней и палок, то есть мы все-таки более вменяемые люди. Но если мы сейчас посмотрим на то, какое значение профессии вкладывается в психолога, ну, там действительно можно немножечко сойти с ума и обратиться в какие-то инстанции. Потому что появляются такие производные значения этого слова. Сейчас объясню, почему это происходит. Например, психоэндокринолог я недавно увидела. Думаю, какая прелесть. Психодиетолог. Думаю, это что вообще такое? Это душа, связанная с едой? Ну, то есть, да, как бы, ну, мне не особо понятно. Психосоматолог. Тоже какие-то, что это? И печально то, что сейчас может каждый зарегистрироваться в каком-нибудь инстаграме, написать, что он психолог, да, вот это в шапке профиля, значит, я психолог. И внизу лечу душу, практикую, значит, шаманство, научу вас стоять на гвоздях и избавить вас от панических атак. И вот эта вся история, она очерняется. Ну, то есть, именно по этой причине мы с Алексеем ну, неоднократно высказываемся, да, там, в сторону психологов современных, ну, не очень лицеприятным образом. Не потому что, ну, мы какие-то там, собственно, высокого мнения о себе, а потому что есть все-таки какие-то рамки разумного. И именно поэтому мы проводим предварительные собеседования. То есть мы проводим не потому, что нам нечем заняться. Мы у нас на собеседованиях от 25 до, там, сколько самая большая цифра, если не ошибаюсь, 48 человек или 49 было. И это все происходит в один день. И нам действительно было очень тяжело. Но мы это делаем как раз-таки для того, чтобы понять, а в чем мотивация поступающих, а в чем смысл, а какими принципами он вообще руководствуется, что он вкладывает в слово психолог. Потому что прийти учиться на психолога у нас может там условно любой человек с высшим образованием. Но если он в психологии видит продувание чакры шаманства вместе с состоянием на гвоздях, ну, у меня это как бы как у руководителя школы вызывает несколько дополнительных вопросов, потому что это противоречит ценностям нашей школы. И вы, и онлайн-слушатели, и очные студенты, мы здесь все собрались по факту по одной причине. Нас объединяют одни ценности. И это очень приятно, потому что людей немало. И то, вот возвращаясь к понятию психологии и психолога, и почему, собственно, вот эта история с очернением данной профессии происходит, я просто хочу, для меня это действительно важно, чтобы сама профессия психолога-консультанта обрела, может быть, не старый, но хотя бы новый смысл в нашем обществе, чтобы не боялись обращаться. Потому что когда ко мне обращаются клиенты, кто не знает, я работаю с расстройствами пищевого поведения, и там вообще чернота. Вот что делают специалисты, каким образом они корректируют расстройства пищевого поведения, это вообще отдельная история, но об этом позже. И мне неоднократно клиенты, вот они приходят, говорят, ну у меня, наверное, ничего не получится. Я говорю, почему, зайка, ты так думаешь? Говорит, да я пробовала уже сколько лет, я там уже пятый год пытаюсь решить эту проблему. Психологи, психодиетологи, нутрициологи, и никто не может решить этот вопрос. Так в чём проблема? Проблема в самой профессии психолога? Или проблема в тех ценностях и идеях, которые преследует этот специалист? Наверное, всё-таки проблема в идеях и в ценностях. Не сам психолог в этом, да? Не сама профессия психолога в этом виновата. И вот это неверование клиентов, и у вас это будет, безусловно, что готовьтесь, неверование в терапию, это, наверное, одно из самых частых встречаемых проблем в консультировании. Клиенты приходят, они хотят решить вопрос, они могут быть безумно мотивированы. Но где-то там у них есть маленькая доминанта, о которой я позже расскажу. Видите, кто у нас висит на стене? По правую руку от меня, он греет меня. Вот эта вот маленькая доминанта, которая у них сформировалась, за счёт этого не очень положительного опыта, она действительно очень сильно влияет на ход терапии. И ваша задача просто выполнить свою функцию с адекватными идеями и с адекватными ценностями, которые мы вкладываем в слово «психолог». И слово «психолог» обретает такие новые сакральные смыслы по одной простой причине. Кто не знает, я вообще по первому образованию магистр филологии. Просто так случилось, что в один прекрасный момент я решила, что нужно посмотреть немножечко в другую сторону. Хорошо, что я туда посмотрела. Правда, лишилась зрения, но в целом всё хорошо. И вот сама структура языка, она стремится только к одному — к упрощению. И если мы сейчас посмотрим на значение слов, как они меняются с течением жизни, вот когда-то там условно слово «мир» означало только что-то одно. Теперь у нас есть, я не знаю, мир сумок, мир психологии. И к этому слову всегда добавляются новые значения. Почему это происходит? Потому что человек очень ленивое существо, и он стремится к упрощению. Есть даже такое понятие, как вариативное ударение. Это просто чтобы у вас ассоциация такая в голове осталась. Да, у нас есть слово «творог», и есть слово «творог». И это вариативное ударение, и так, и так будет верно. А почему? Потому что язык стремится к упрощению. Мы постоянно упрощаем. Это нормально. И вот печально, что есть профессии фундаментальные, которые тоже, вот этот смысл этой профессии, он постремился к упрощению. И наша задача с Алексеем, вообще наша миссия, чтобы, когда наши студенты говорили о том, что они психологи-консультанты, не испытывали гордость, что они владеют такой профессией. Потому что в тех инстанциях, где училась я, выйдя оттуда, я не могла с гордостью сказать, что я психолог. А чтобы вы понимали, у меня два высших образования по психологии и еще одно дополнительное. И у меня не было гордости за то, что я психолог, к сожалению. А наша задача с Алексеем заключается в том, что вышли вы отсюда, да, ой, понятно, все, я поняла, и я не боюсь навредить клиенту. Вот это очень важно. И если меня сейчас спросить, кто такой хороший психолог, я могу говорить очень долго, обрисовывая, значит, и разрисовывать его невероятные качества, там, яркими красками, и детально уделить время каким-то его сверхспособностям. Но если мы посмотрим поглубже, то мы увидим следующее. За каждым профессионалом в своей области стоит то, что мы зовем мировоззрением. Вот сейчас я прошу не пугаться, слово мировоззрение также очернили, как слово психолог. Мировоззрение – это нормально. И мировоззрение, если мы там откроем какую-нибудь Википедию, там говорится о том, что это система взглядов. Но мы Википедией пользоваться не будем, мы обратимся к более авторитарным источникам, поэтому я вчера не постеснялась и открыла свой один из любимых словариков по философии, значит, стряслась с него пыль, и там черным по белому написано, что мировоззрение – это совокупность результатов мышления и исследований. О, как интересно! А теперь мы с вами сделаем следующее. Откройте, пожалуйста, вот у кого-то уже открыты первую статью, которая у вас есть в рабочих тетрадях. Что вы там увидите? Там написано «Клинические рекомендации и доказательная медицина». Ой! А какое отношение это имеет к психологии, спросите вы? Прямое. Это второй тезис «Школа эмоционального интеллекта». Только научно обоснованная практика. Почему? Потому что обучение – это практика. Обучение – это исследование. Консультирование – это процесс. И это тоже исследование. И вам нужно понимать, каким образом вся эта история работает. Мы могли пойти с Алексеем вообще по другому пути. Условно. Сделать один блок. Блок Алексея Красикова. Выходит Алексей Красиков и рассказывает, значит, о тревожно-фобических расстройствах. Я уверена, это было бы безупречно в какой-то степени. Алексей бы с этим справился. Я бы там ему где-нибудь помогла. Ну, все было бы очень хорошо. Но когда мы говорим про профессию психолога, мы же говорим не про фанкуп Алексея Красикова, который хотят быть, как он. Вы, как он, быть не сможете. Как я, быть не сможете. И наша задача не заключается в том, чтобы вырастить из вас условно таких же специалистов, как мы. Наша задача заключается в том, чтобы у вас был фундамент. Я сейчас немножечко порисую на доске. Не пугайтесь. У нас есть маркеры, да? Отлично. Что такое фундамент? Фундамент хорошего психолога. Хорошего психолога. Мы так в скобки берем. Это, условно, какие-то кирпичики. Из чего состоят эти кирпичики? Эти кирпичики состоят из идей. Это кирпичики, которые состоят из результатов мышления и исследований. Здесь понятно или мне более детально? Вот мне просто важно, чтобы вы не потеряли эту нить, потому что это то, что вас погружает в экосистему школы эмоционального интеллекта. Это то, чем вы будете гореть до 16 апреля. И мы с Алексеем искренне надеемся, что вы продолжите этим гореть и будете нести этот факел вместе с нами. Здесь все понятно? Если нет, поднимаем ручку, я объясню, что это за фундамент и что такое мировоззрение психолога. Все, клево. Продолжаем. И возвращаясь вот к этой истории, вот первый ваш, один из самых важных кирпичиков, это клинические рекомендации доказательной медицины. Что это такое? Я еще раз повторюсь, что наша школа пропагандирует научно обоснованную практику. Мы действительно можем увидеть случаи. Это вообще моя любимая тема. Я помню, я даже как-то вела дискуссию с человеком, который меня искренне убеждал, что сахар влияет на то, что у человека могут возникнуть панические атаки. Я вела дискуссию, ну то есть, понимаете, обычно с такими людьми вести дискуссию сложно, потому что вы приводите научный аргумент, а он тебе «А у меня же свой опыт есть». А теперь мы открываем следующую страничку. Видите пирамидку? Это пирамидка доказательности. На самом «Простите за мой французский дне», вот этой дне данной пирамидки расположилось мнение автора. То есть, Зина Петровна, начинающий, практикующий психолог, прочитала какую-то статью на Папмеде, на которой уровень доказательности ноль. Ну то есть, там было произведено какое-то одно небольшое исследование на двух крысах. И вот какая-то из этих крыс словила паническую атаку после приема сахара. Вы же понимаете, что это шутка, абстракция, просто чтобы вы понимали. И тут эта Зина Петровна такая, все, для того, ну это же научная статья, я же на Папмеде прочитала, теперь точно всем клиентам исключаю сахар. И она значит вот этой великолепной идеей, идет в массы. А проблема не в сахаре, проблема не в этой крыске, проблема не в этой панической атаке. Проблема в том, что уровень доказательности данной гипотезы ноль. Ноль. И использовать это в своей практике как истину в последней инстанции мы не имеем права, потому что мы не знаем какие будут последствия у того или иного человека, у вашего клиента, если вы будете использовать ненаучно обоснованный подход. Это как вот в моей практике я попытаюсь сейчас найти более приятные слова. Вот давайте возьмем из десяти клиентов пять приходят после каких-то специалистов, которые посоветовали моим клиентам ненаучно обоснованные методы коррекции веса. Какие это методы коррекции? Самое популярное на данный момент это кетодиета. Не приходят ко мне после данной кетодиеты от врачей, нутрициологов, диетологов. Я задаю вопрос, а почему кетодиета? Нам посоветовали быстрый результат. Я говорю, прекрасно. А человек, очевиднее всего, который рекомендовал данный способ для коррекции веса, он не удосужился посмотреть, что ни в одной клинической рекомендации не рекомендуется использование кетодиеты для коррекции веса. Если мы откроем клинические рекомендации по коррекции ожирения, мы увидим, что там написано сбалансированное рациональное питание. для снижения веса от 5 до 10 процентов от того веса, с которым к вам обратился пациент, нужно создать дефицит калорий при помощи сбалансированного рационального питания. При чем тут кетодиета? И почему этим пользуются какие-то люди, которые очерняют профессию врачей-диетологов? Вот это вопрос. И та же самая кетодиета создана как крайняя мера, когда неэффективна медикаментозная терапия для деток с эпилепсией. Вопрос, где коррекция веса? При чем тут коррекция веса? Вообще зачем это делать? И она не используется длительное время. И все врачи, неврологи, которые сталкиваются с эпилепсией, они не используют кету-диету. Не используют. Зато у нас есть психологи, нутрициологи, которые, знаешь, вот так вот раскидываются вот этой кетодиетой и говорят о том, что да, это истина в последней инстанции. А почему они это делают? А потому что у кого-то есть какой-то результат. Но самое важное, результат есть. Вот предположим, метод ненаучно обоснованный. Там было в этом методе 10 человек. Из 10 человек предположим, вес снизили 7. Хороший результат для 10 человек? Хороший. Но никто из них не задается вопросом, а что было дальше? И это основная проблема ненаучно обоснованного подхода. Мы не можем знать, что будет потом, если вы будете рекомендовать своим клиентам то, что не входит в высшую степень уровня доказательств. Потому что из семи у этих человек у кого-то откажут почки, но специалисты об этом уже не знают, у кого-то вес вернется, у кого-то стрельнет расстройство пищевого поведения, и никто об этом не знает. А почему? Потому что не проводились рандомизированные крупные исследования, не проводились мета-анализы на эту тему. Может быть, они сейчас проводятся, мы просто пока что об этом не знаем. и мы можем рекомендовать ту или иную схему терапии для наших клиентов только в том случае, когда условно на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, в научно-исследовательских каких-то журналах опубликованы клинические рекомендации, мета-анализы, когортные исследования, рандомизированные исследования, чтобы вы видели статистику. В нашей профессии очень важна статистика. Что бы там ни было, обычная паническая атака или расстройство пищевого поведения. Нам важна статистика, потому что сегодня к вам обратилась девочка Зина с панической атакой, вы там расстановки по хеллингу берут, телесно-ориентированной психотерапии, ей предположим чуть-чуть стало легче, а потом через две недели оказывается она идет к врачу, что у нее предположим опухоль мозга. Кто-то это пропустил, а ей было как-то не по себе. Проходите, пожалуйста. То есть это про что? Это про то, что первый ваш кирпичик, вы подружитесь у нас с теми ресурсами, где публикуются клинические рекомендации, где публикуются статьи, которые очень схожи по вашей теме. Вот один из ваших преподавателей, он пишет клинические рекомендации по паническим расстройствам. Это Потанин Сергей Сергеевич. Вы не представляете, как я его искала. Я сделал огромный путь для того, чтобы этот преподаватель оказался у нас. И как мы выбираем преподавателей? Мы выбираем их как раз таки по этому принципу. Если вы посмотрите на наш педсостав, у нас нет ни одного человека, который не пропагандирует доказательную медицину. У нас их нет. И все наши преподаватели искались условно следующим образом. То, чем мы пользуемся. Клинические рекомендации. Открываем. Составители. И ищите. Договаривайтесь, объясняйте важность. Идем далее. Что я здесь еще хотела добавить. Что такое вообще, давайте немножко пару слов еще расскажу про доказательную медицину и научно обоснованную практику. Что это такое? Это по факту практика, которая основана на фактических данных. То есть это не чья-то мысль, это не чья-то гипотеза, это не чья-то идея, это реальные цифры, это реальная статистика. И только такой подход мы действительно можем считать сознательным и комплексным к решению проблем ваших пациентов, клиентов в том числе. Данный подход он включает в себя лучшие, самые последние доказательства очень хорошо спланированных исследований. То есть мы действительно можем зайти на Пабмед и увидеть массу статей. Но это не значит, что каждая статья из Пабмеда истина в последней инстанции. Это значит, что кто-то написал статью, провел какое-то исследование. Ну вот у него такое хобби. Кто-то в теннис играет, кто-то в футбол, а кто-то пишет статьи, проводит какие-то маленькие исследования. Да, и возможно они делают что-то очень хорошее, возможно это исследование дальше войдет в более крупную какую-то историю. Но вам всегда нужно понимать, вот там у вас расписаны уровни доказательств. И когда вы открываете какую-то научную статью, когда вы открываете клинические рекомендации, там тоже эта история вся прописана. и вы просто обращаете внимание, что имеет более весомую структуру вот этого фундамента, чем мы можем пользоваться. Это важно. К сожалению, на данный момент не существует какой-то стандартной формулы для определения того, насколько все эти факторы, вот эти уровни доказательств, стоит учитывать в процессе принятия каких-либо решений. Но нет этой формулы. Если бы была, наверное, всем бы нам было проще. Поэтому это нормально. Когда к вам приходит клиент, и вы можете, как мы это называем с Алексеем, заниматься творчеством. Но заниматься творчеством мы можем только на основе фундамента, а не так, что значит к вам пришел клиент, и вы вместо какой-то стандартной консультации с научно обоснованным подходом начинаете продавать чакры, потому что вам показалось, что клиенту это поможет. Вот это очень важно, что любое ваше творчество, никто вас не загоняет ни в какие рамки. Мы наоборот приветствуем, чтобы вы проявлялись, чтобы вы показывали, чтобы вы пробовали что-то новое, как-то себя проявляли в этой профессии, потому что это то, о чем говорил Алексей, личность консультанта очень важна. Она очень важна. Помните самый важный вопрос, который я спрашивала на собеседовании? Портрет клиента. Почему? Потому что на каждый портрет клиента на самом деле свойствен определенный, ну да, определенная личность консультанта. то есть мне смутно представляется, например, консультант, который корректирует расстройство пищевого поведения, а этот консультант не может двух слов связать. Он действительно может знать эту информацию, но он будет бояться говорить очень страшные вещи, потому что когда мы говорим про РПП, это очень страшные вещи. И следовательно, вам нужно понимать, что если ваш портрет клиента в дальнейшем будет меняться, и вы за этим портретом клиента должны меняться. Точнее, сначала изменитесь вы, а потом изменитесь у вас портрет клиента. Это важно. И что еще здесь? Ну, я думаю, что про доказательную медицинную клинические рекомендации высказалось полноценно, и в принципе все, что я хотела сказать, я сказала. Если есть какие-то вопросы, поднимаем лапку, я отвечу. Если нет, я продолжаю. Лапок нет. Рада слышать. Повторюсь, что это ваш первый кирпичик в вашем фундаменте. Это ваша первая такая важная идея, которую вы будете нести в профессию, которую вы будете нести в профессию психолога-консультанта. А теперь мы посмотрим вокруг. Я прошу обратить внимание на тех, кто у нас висит на стене. Моя любовь. Ухтамский Алексей Алексеевич, Павлов, Анохин, Сеченов, Симонов, и там у нас затаился Бехтерев. Я его сегодня обойду стороной. Я думаю, что мы потом далее с Алексеем объясним, почему он у нас висит на стене, но почему Эльмира Муратовна его обходит стороной на водном занятии с превеликим уважением вообще к этому ученому. И по факту, когда я произношу просто эти фамилии, Павлов, Анохин, Ухтамский тревожным голосом, Сеченов, Симонов, для вас это просто фамилии. То есть просто какой-то ученый. Висит и висит, наверное, тысячу раз их где-то видели и никогда не понимали их важность и что они вообще сделали. Вот, например, Ухтамский. Это человек, главным открытием которого является разработанный им принцип работы доминанта. Все слышали, что такое доминанта? Нет? Не слышали? Есть люди, которые не слышали. Я просто очень люблю рассказывать про доминанта, это моя страсть. доминанта это возбужденный очаг в центральной нервной системе. Это то, на чем сфокусировано ваше внимание. Вот сейчас ваша доминанта сформирована на мне. Ваша доминанта, вы смотрите на мир сейчас через призму этой доминанты и воспринимаете свой мир и мою информацию через призму этой доминанта. Ваша доминанта звучит следующим. Элимира Маратовна стоит перед трибуной и что-то там вещает. Но если сейчас, предположим, Алексей Юрьевич сзади что-то крикнет, ваша доминанта переключится, она будет сфокусирована на нем. И вот эта история с переключением доминанта, вообще, в принципе, работа Ухтамска, вот, что далеко ходить, вот посмотрите, этой книге, если мне не изменяет память, три года. Я ее читаю каждый раз, когда у меня есть свободное время. Вот вы видите, сколько тут всякого разного. Это одна из самых фундаментальных работ, которая в профессиональном плане произвела на меня, наверное, наибольшее влияние. Не какая-то книга там Луизы Хей с ее аффирмацией, а фундаментальная работа про головной мозг. Вопрос, а при чем тут психолог? Ну, как бы, что психолог, он же там душу лечит. При чем тут какой-то мозг, какая-то доминанта, почему она так важна? Об этом более детально вам расскажут наши преподаватели, и на блоке у Алексея прям отдельную лекцию под это выйдет. Леша, надо, очень нужно. И вот принцип работы доминанта это теория, которая способна объяснить фундаментальные аспекты поведения и психических процессов человека. И тут раз, ой, что-то про психику, что-то про психологию. Но, к сожалению, если мы сейчас посмотрим на современное образование, про Алексея Алексеевича практически никто не говорит. Да у нас люди бывают же, не знают, кто это. Но это тот человек, при помощи которого психотерапия может быть эффективна. Это ваш еще один кирпичик в фундаменте хорошего психолога. И на примере, знаете, у меня каждый клиент в какой-то момент начинает читать всяко-разные книжки, ну, бывает, просят, я им рекомендую, практически все мои клиенты, они осиливают доминанту. И на одной из консультаций, вот у меня, помню, мне задала вопрос клиент, как говорит, Эльмир, все в принципе понятно, говорит, ну вот как-то визуально бы это в голове устаканить, и родилась такая история. Сейчас я вам покажу, как работает доминанта. Это вообще гениально. Мы с вами немножечко порисуем. Может быть, кто-то это видел, я в прямом эфире как-то давала, когда вела прямой эфир про доминанту. Может быть, кто-то знаком с этой историей. Сейчас я у вас сформирую доминанту номер один. Всем видно? Доминанта номер один будет зваться вытянутый туннель. Все видят вытянутый туннель? Все видят. А теперь я резко переключу вашу доминанту и скажу, что это пирамидка сверху. Теперь все видят пирамиду сверху. И загвоздка доминанта заключается в том, что невозможно одновременно видеть вытянутый туннель и пирамидку сверху. Вы будете видеть только одно либо вытянутый туннель, либо пирамидку сверху. Вот так работает доминанта. И вот так работают мозги ваших клиентов будущих, что они видят только одно. Либо значит панический страх и нужно как-то убежать, либо они видят что-то иное. Доминанта выглядит таким вот образом. Это мы запоминаем, можем зарисовать себе в тетради, потому что в дальнейшем эта история будет всплывать. По поводу онлайна. Те некоторые сложности, с которыми вы столкнулись, что у кого-то не открывалась трансляция, была связана с плеером компании, который подрядчик нам предоставляет эту услугу и сейчас они все там исправили, у них было обновление, которое не обновилось. В общем, у вас будет все хорошо. Не переживайте, все нормально. Что касается вас в зале, чай, кофе, вода, у нас все это будет предусмотрено. Сегодня мы не стали суетиться, потому что и так очень много суеты. Что касается гардероба, он будет у нас там справа. Касаемо кондиционеров и окон, сейчас посмотрим по морозам, как это лучше делать. Скорее всего оставим вот так, как это сейчас есть. Следующий важный момент. Поднимите руки, кто не прививался. Ну, онлайн не обязательно, а можно повыше? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поднимите руки те, кто по веским причинам не прививается, по противоотводу какому-нибудь. Нет, никто в ближайшее время сделает. Вот кто не будет делать принципиально, потому что либо принципиально, либо есть какие-то противопоказания. Только один человек. Это очень хорошо. Значит, нам очень нужно, чтобы те, кто хотят сделать прививку, ее сделал как можно скорее. И у вас буквально человек восемь. У нас присутствует ваш коллега, который работает в красной зоне в больнице, и он вам может рассказать, как умирают люди без прививок. Если у кого-то будет живой интерес поинтересоваться, как это все в красной зоне происходит, вот вам сотрудник больницы, который вам прекрасным образом все это расскажет. Если у кого-то есть какие-то сомнения. Вот коллега сказал о том, что она сделала прививку, и через пять минут ей стало нехорошо. В большинстве случаев это, конечно же, связано с вашим беспокойством. Это ваша реакция на стресс, на тревогу. Я когда делал третий шот спутника, в частности, я задал вопрос медсестрам, я говорю, как вот люди переносят. Они говорят, слушай, мы работаем два года в пункте, мы не встречали ни одной анафилактической реакции. Там нету элементов, которые вызывают тяжелую анафилактику. И все вот эти нашатыри и вся эта история связана с тревогой. Примерно так же, как это связано с забором крови. Ну, венозной крови. Вы же не я там, когда делаю эритроцит аферест, у меня забирают 500 миллилитров концентрированных эритроцитов. Никто в обморок не падает от этого. 500 миллилитров концентрированных эритроцитов, эритроцитарная масса. Женщины забирают ежемесячно много крови. Никто в обморок от этого не падает. А люди падают в обморок от забора крови, потому что они беспокоятся, потому что они нервничают, потому что они эмоционируют. И все это связано с колебанием артериального давления. Поэтому не бойтесь. Ну, тут онлайн как бы вам решать, да, так сказать. Вы никого не заразите и сами не заболеете. А вот тот, кто присутствует у нас в аудитории, может быть такое распоряжение, во-первых, департамент здравоохранения города Москва и Роспотребнадзора о том, что очные студенты будут допущены к образованию после прививки. Поэтому это первое. Во-вторых, свое здоровье и здоровье своих окружающих тоже надо поберечь. Хорошо? Ну, вот здесь 80% привитых. хвост у всех вырос. Кто-то привился год назад. Я уже два года назад. Эльмира говорила вам про пирамиду доказательности. Ну, уже спутник делается два года на миллионах людей по всему миру в том числе. Но где эти хвосты? Ну, сейчас не эта дискуссия, все остальное будет гипотеза. А может быть через 10 лет вот эта теория. Что хочется сказать и вернуться к Альмире, чтобы ее не прерывать? Она сейчас настроилась. По поводу вот этой доминанты. Вам может сейчас показаться, коллеги, что это просто какая-то базовая теоретическая штучка. Доска с гвоздями преподносится как энергетическая практика. Попробуйте сейчас понять, как это работает. Представьте себе женщину или мужчину, у которой мозг перегружен разводом или стрессами на работе или какими-то мыслями экзистенциального характера о будущем, о смысле, о переживаниях. А потом представьте себе стопы ног, которые усеяны огромным количеством рецепторов и огромным количеством очень тонких нервных волокон. Ну, это чувствительная очень зона, а боль у нас в голове, как вы помните. все это подсоединено. Теперь представьте себе, что вы встаете на острые гвозди, их много, и вы под вывесом тела чувствуете сильнейшую боль. Кто вставал на гвозди? Поднимите руки. О, я тоже. Больно, черт побери. Когда вы встаете на гвозди, формируется доминантный очаг. Весь ваш мозг пытается переключиться туда. и пока вы договариваетесь с этой болью, опять же, вы договариваетесь с гвоздями, дышите, вот это все не про энергетику, это все про доминантное смещение. Вы учитесь эту боль вытеснять доминантной активностью в другую сторону. Расслабляетесь, дышите, переключаетесь, размышляете. Пока вы боретесь с одной болевой доминантой, способом, другим, там, отличением, концентрацией, да, у вас идет борьба доминанта между болью, очень сильный доминант, и прям, вот помните, как больно это. И тем, чтобы договориться, какая-то зона мозга, которая думала про мужа, про работу, про другие переживания, что в этот момент? Она переключается, она отключается. И потом, когда вы после вот этой борьбы доминант встаете с гвоздей, вы чувствуете, что прилив божественной энергии, Алексей Алексеевич, аплодисменты, это не что иное, как разгрузка физиологии мозга. Извините те, кто поднимает энергию вверх. Поднимаете энергию, хотите энергию, поднимаете, просто мы можем объяснить все это научно. И, наверное, было бы неплохо, если бы умели этим пользоваться. Во-вторых, этот принцип, о котором Эльмир Маратов говорит, нельзя забыть. Потому что вся психотерапия и все тревожные расстройства, которыми мы с вами, коллеги, будем заниматься, она будет основана на принципе понимания, почему человек в тревоге. Вот ее заклинило, понимаете, вот муж, муж, дети, муж, дети, муж, будущего не будет, будущего не будет, я умру, я умру, я умру, у меня рак, рак. Вот ее заклинило, ее заклинило в этой доминанте. И вам придется ее расклинить, чтобы у нее включилась уже комната, а в этой комнате есть цветочки. Понимаете, то есть в принципе все тревожно-депрессивные расстройства это проблема доминантной активности. Вот заклинило, мальчик ушел, будущего нет, все, нет будущего. Вот у нее действительно заклинило. И в принципе, если глубоко, вот, Элимир, можно? Если вы глубоко изучите работу в Масхэв Алексея Алексеевича Ухтамски доминанта, вы уже начнете понимать больше о психотерапии, чем многие ваши коллеги. И вы сами начнете придумывать и изобретать способ как повлиять на доминантную активность человека. Вы будете придумывать сами способ, но под этим способом будет стоять научная обоснованность. И это хорошо. Помните, мы сказали с Элимирой креативте, придумывайте, самовыражайтесь, но вы просто под это подкладываете ту же самую доминантную историю. Это очень важно. потому что это будет лейтмотивом вообще всей психотерапии. То есть доминанта философия, философия доминанта. Ведь философия нам для чего будет нужна? Чтобы размыслить так, чтобы растормозить вот эту доминантную активность, которая вас стрессирует и депрессирует. То есть по большому счету вся психотерапия это вывести человека из доминантной концентрации на альтернативные какие-то доминантные истории и активности и все. Вспомните там, у кого были панические атаки. У вас первое время доминанта сконцентрирована только на сердце. Да? Или только на здоровье. И вся ваша психотерапия это по большому счету расфокусировка с одной доминанта на другую, с другой на третью. Вспомните себя после расставания с мальчиком, с девочками. Заклинило и все. И держит. А потом проходит время, говорит, время лечит. Время смещает доминанту. Эльмира Маратовна, пожалуйста. Все, спасибо. И большая просьба Ксюша, Эльмира Маратовна я сегодня не представю, это ваш куратор. Она вас очень просит забрать свои договора оригиналы сегодня у нее кто очно у нас учится. Мы вам должны договор ваш отдать. Хорошо? Все, меня слышно, видно. Соскучились? Я тоже. Да, по поводу всей вот этой структурной части образовательного процесса я скажу позже, когда закончу первую часть своего спича. Представлю вам Ксению, объясню, как с ней коммуницировать, что такое личные границы, какие обязанности у куратора. Об этом обо всем мы поговорим чуть позже. Вернемся немного к доминанте. О ней я могу говорить долго и мне кажется вообще не замолкать, потому что иногда мне кажется, что книгу я знаю наизусть. Но я поняла, что само понятие доминанте, вот есть такой, вот он у нас висит, он там, Симонов. Видите? Прекрасный человек, о нем я расскажу далее. В своей работе темперамент, характер, личность. Запоминайте книгу. Мы вам пришлем ПДФки, но ее можно найти, заказать в Москве. Есть одно издательство, которое до сих пор их, да, она выглядит немного непотребно, но это лучше, чем ничего. Их можно еще найти, взять себе на бумаге прекраснейшая книга. Темперамент, характер, личность. Доминанта. Так и называется, да. Вот это Симонов, темперамент, характер, личность. А учение о доминанте Алексей Алексеевич Ухтамский, книга так и зовется, доминанта, вот она. Все увидели? Прекрасно. И в этой работе Симонов пишет, что такое доминанта. Прекрасно описывает это. Доминанта это потребность, главенствующая над всеми, с нею сосуществующими, наиболее сильное, актуальное, диктующее поведение в данное время и в данной ситуации. То есть это то, это то, что определяет поведение человека. То, какая доминанта активна у ваших клиентов такое поведение и будет. То, что вкладывается в доминанту, откуда берется это поведение в этой доминанте, мы об этом будем рассказывать вам дальше уже на лекциях, но в голове держим, что вот в этот кирпичик вкладывается такое понятие, как доминанта. Идем далее. Кто у нас тут еще висит на стенах? Сеченов, прекрасный парень. Сеченов это создатель первой российской физиологической научной школы и естественно научного материалистического направления где? В психологии. Именно поэтому он висит у нас здесь. Сеченов это главная его книга, которая также непосредственно будет вашей настольной. Это рефлексы головного мозга. Там прекрасно описано понятие любовь. Прям вот можете посмотреть как это понятие видят физиологи. В общем это все изучите в рекомендуемой литературе, которая у вас на последней страничке. Вы найдете также еще дополнительные книги, с которыми можете ознакомиться. Но мы вас не бросим на амбразуру, мы предоставим куратор в дальнейшем объяснит, где эти книги найти и как их собственно заполучить. Так, идем далее. По доминанте все понятно? Отлично, идем дальше. Там у нас висит Анохин. Там у нас висит Анохин. Кто такой Анохин? Анохин это тоже физиолог, но более он укоренился в наших сознаниях, в нашем сознании потому, что он является создателем теории функциональных систем. И с этим вы познакомитесь непосредственно на первом модуле. Наш преподаватель Меркуриев Владимир Александрович вам об этом расскажет. И вы можете ознакомиться в ваших рабочих тетрадях есть одна вводная статья про теорию функциональных систем и что это такое. Почитайте, чтобы вы, придя на первую лекцию к нашему преподавателю, не были удивлены тем, что там вообще происходит. Это вообще на самом деле очень важный шаг в обучении. Я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем с Алексеем говорить по поводу обучения и как выстраивать более грамотное обучение для такого взрослого народа, то есть не школьный формат, а формат людей, которые все-таки уже имеют высшее образование, мы будем говорить об этих важных вещах. На данный момент все современные методики образования склоняются к тому, что очень важно, чтобы вы, приходя уже на обучение хотя бы имели какое-то минимальное представление о том, что сейчас будет происходить. И скажите, даже уровень тревоги немножечко снижается, уже не так страшно, теперь вы понимаете, что существует такое понятие, как функциональная система, и вот этот список литературы, который у вас представлен, он как раз-таки нужен для того, и не нужно все читать, учить наизусть, но было бы неплохо, если бы вы открыли эти работы и хотя бы пробежались глазом и поняли, о чем будет вам вещать преподаватель, чтобы вы разговаривали на одном языке, чтобы у вас что? Сформировалось доминанта. Вот он. Собственно, про Анохина вам расскажет прямо очень подробно непосредственно Владимир Александрович на первом модуле 9 числа, вы начнете, стартуете с него. Далее, у нас там висит Симонов, которого я вам уже представила, один из моих любимчиков. Вы не представляете, какое для меня было откровение, когда я наткнулась на его работы, сейчас даже расскажу небольшую историю, как я наткнулась на его работы. В какой-то момент Эльмира Маратовна решила, что ей очень срочно нужно изучить нейрофизиологию. За счет того, что Эльмира Маратовна уже понимала, что современное образование оставляет желать лучшего, ближайшее, я решила пойти обходным путем и вспомнила, как это делали мои студенты, когда я преподавала. У меня были люди, которые писали у меня курсовые работы, какие-то научные работы. И они по факту просто приходили на репетиторство. Думаю, мне нужен репетитор по нейрофизиологии, черт возьми. Я нашла преподавателя, с которым я занималась, в общем, он мне объяснял базовые какие-то вещи, которые мне необходимы. И вот именно он мне говорит, как же ты так прошла мимо Симонова? Я говорю, так нигде про него не говорили. Вообще нигде про него не говорили. И все это, конечно, очень хорошо, но потом уже непосредственно, когда я стала изучать это все более детально. Я наткнулась на… У него не так много работ, к сожалению, но все те работы, которые у него написаны, это просто произведение искусства. и Алексей уже говорил про пирамиду Маслоу. Я тоже помню, неоднократно дискутировала с психологами и на обучении, где я была, что пирамида Маслоу, зачем она нам нужна? Она же не… ну, она за собой не имеет никакого фундамента, во имя чего мы это сейчас изучаем. И кто такой Симонов? Ну, то, что помимо он, помимо того, что он психофизиолог, биофизик и психолог, что очень важно, он создал такой некий экспериментально обоснованный, он называется потребностный информационный подход, который создан к анализу поведения и всех высших функций человек. То есть, понимаете, что сделал этот человек? Он научно обосновал историю про потребности и поведение человека. Вопрос на засыпку. Почему все знают про Маслоу с его гипотезой? Это же гипотеза. Это мнение автора. А где у нас мнение автора? Все помнят. На дне. Правильно. Но при этом человек, который описал эту историю, то есть, по факту, взяли мозг и сказали, что вот эта часть мозга отвечает за это, эта часть мозга отвечает за это. Вот как я всем своим клиентам на первой консультации говорю, что нас с тобой объединяет? Это не проблемы, это деятельность мозга. Вот нас всех объединяет деятельность мозга, и кого бы мы не взяли, она у всех будет работать так или иначе, одинаково. И Симонов попытался в очень краткой, такой, очень краткой символической форме показать такую некую всю совокупность факторов, которые влияют на возникновение эмоций. А это то, с чем вы будете работать. Вы будете работать с эмоциями. И звучит это следующим образом. Я сейчас постараюсь вам, конечно, это объяснить на пальцах, но если будет непонятно, вы мне это там ручкой махните, чтобы я объяснила эту всю историю. То есть, если мы изложим это в краткой форме, это будет выглядеть следующим образом. Э это не я, это не Эльмира Маратовна, это эмоция. Эмоция равно П это потребность. А вам не видно. Хорошо, спасибо за столь важное замечание. Все хорошо. Вот здесь, если буду писать, будет видно? Отлично. Эмоция это потребность, которая умноженная на такие сейчас обращусь к источнику, чтобы не ввести вас в заблуждение. Интересно выглядит, да? А это по факту то, что объясняет эмоции. А теперь поподробнее. Э это эмоция, ее сила, у нас же эмоции все-таки разные бывают, и они по-разному нами, какая-то эмоция более яркая, какая-то эмоция менее яркая, но мы всегда испытываем так или иначе какие-то эмоции, если мы условно не психически больны. И П это потребность человека. Потребность человека, потребности бывает по Симонову не так уж и много. Потребности бывают витальные, жизненно необходимые, поддержание гомеостаза, дыхание, это вот то, с чем работает условно вегетативная нервная система. Это ваша база. Социальные потребности, это общество, мы все социальные животные, мы же не можем отдалиться и быть, ну мы можем, конечно, но это вызовет ряд нескольких вопросов. То есть мы так или иначе все-таки имеем социальные потребности. И третья потребность по Симонову, если там все свести до минимума, это такая некая творческая составляющая, что каждый человек имеет потребность в том, чтобы так или иначе как-то выражаться, то есть где-то проявлять вот эту свою внутреннюю составляющую. Именно вот эти потребности вызывают определенные эмоции. Но когда человек начинает испытывать определенные эмоции, то есть вот эта история и н это информация о средствах, которые прогнозически необходимы для удовлетворения данной потребности. Понятно? Да, я вижу, вижу это желание понять. Это информация о средствах, которые прогнозически, ну то есть человек думает, для того, чтобы мне реализовать эту потребность, мне нужно то-то, то-то, то-то. Ну например, давайте что-нибудь, для того, чтобы закончить обучение в школе эмоционального интеллекта, мне нужно ходить на лекции, то-то, у меня есть потребность в этом. А второе вот это загадочное сочетание и с, это информация о средствах, которыми располагает человек в данный момент времени. И вот так выглядит, черт возьми, наш внутренний конфликт. Когда наши средства, вот мы понимаем, что для реализации этой потребности нам нужны такие-то, такие-то средства. И бывают ситуации, когда мы имени располагаем и происходит что? Психо-эмоциональное напряжение. Ну эмоции бывают разные, все эмоции абсолютно нормальные, это хорошо, что мы их испытываем, это прекрасно, но вот эта вот история она настолько, вот для меня это было откровением, я думаю, столько книг написано про эти эмоции, какие-то потребности, человек объяснил все в одной формуле, в одной формуле, это тоже такой очень важный кирпичик у нас, у нас. И ну конечно это такая общая информация, то есть вот в этих вот книгах у него есть прекрасная лекция о работе головного мозга, вот тоже видите, она вся на заметочках, все это у него более детально расписано, с этим совсем вы можете ознакомиться, и суть в чем, когда информация о средствах, которыми располагает человек больше или меньше той информации, которой нужно для реализации данной потребности, человек испытывает ту или иную эмоцию. Как вам кажется, когда человек испытывает негативные эмоции? да, да, когда человек понимает, что у него информации для реализации, он владеет информацией для реализации своей потребности меньше, чем ему необходимо, то есть эта история, вот психоинформирование, которое является на первичной консультации, таким очень важным фактором, когда вы объясняете человеку, что человек не умрет от панической атаки, вот эта вся история, что от этого не умирают, что так работает ваша вегетативная нервная система, эта история как раз таки про то, что у человека не хватает средств, у него не хватает информации. И вот великолепный ученый Симонов это прекрасно объяснил. усвоили? Усвоили? Прекрасно. Идем далее. Немножечко вернемся к потребностям. Тоже моя любимая тема, я неоднократно проводила прямые эфиры, и вот я, чтобы не быть голословной, вы, кстати, наблюдаете уникальный момент, как дислексик читает слух перед аудиторией. Как понимаете, я готовилась. Симонов пишет, что такое потребность. Потребность это состояние нужды в чем-либо необходимым для самосохранения и саморазвития живых систем, внутренний источник их активности. Благодаря нейрофизиологическому механизму активации, хранящимся в памяти следов внешних объектов, а это что? Это по факту наши доминанты. способных удовлетворять имеющихся у организма потребность и их действий, которые ранее приводили ее к удовлетворению, либо потребность трансформируется в мотивацию и становится опредмеченной потребностью. До сих пор не существует общепринятой классификации. Чтобы вы понимали, это лекции я не знаю какого года, ну, в общем, тут, к сожалению, не написано, вот 83, нет, не 83, не может быть. Ну, в общем, не суть, если будет интересно, я потом вам сообщу, когда это было написано, что не существует до сих пор общепринятой классификации потребностей человека. У Маслоу их 15, у другого 18, еще у другого 20, и причиной подобной разногласицы является отсутствие классифицирующего принципа подобному атомному весу элементов периодической системе Менделеева. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот эти вот гипотезы, вот это мнение автора, оно возможно выстраивается только по одной причине, потому что это невозможно пощупать. Там нет ничего материального в этом. Конечно, сегодня один психолог вышел, говорит так, я решила, что значит у человека 25 потребностей. Прекрасно. На основании чего, друг мой? Говорю, ну я так решил. Я основываюсь на личный опыт. И это страшно, учитывая, что у нас есть ученые, наши ученые, российские ученые, которые эту всю историю научно обосновали. И вот наша задача вложить в наш фундамент, вот я вас опять возвращаю к этим истокам, ваше мировоззрение на период обучения в школе эмоционального интеллекта. Эта история не потому, что нам это нравится с Алексеем. Вот мне Бехтерев не очень нравится, но он у нас висит. А потому, что это научно обоснованная история. Каждая из этих историй, она так или иначе была задокументирована. Не просто потому, что кто-то сказал, а потому, что над этим проводилось какое-то исследование. За этим стоит деятельность мозга. Конечно, деятельность мозга сложно опровергнуть. И мы даже с удовольствием там, как мне однажды сказал преподаватель один, я, значит, о рефлексах говорю, проходили когнитивно-поведенческую психотерапию, я тогда училась, и мне преподаватель говорит, Альмира, а что вы тут, значит, про рефлексы говорите? Ее же опровергли почти. Я говорю, ну вот когда опровергнут, критикуешь, предлагай. Вот пока это работает, мы это используем. Завтра может выйти что-то, какое-то новое, потрясающее исследование, которое скажет, так, забываем все старое, используем только это. И мы это сделаем. Безусловно, мы это это очень-очень важно. Уходить в это все более детально я не буду, во всю эту нейрофизиологию, во все эти процессы, психические там функции, об этом, обо всем мы будем рассказывать вам на протяжении всего времени до 16 апреля. Но чтобы вас тошнить уже не начинало от этого, мы как бы будем более дробно эту историю вам давать. и то, что я вам все вот это сейчас описала, это по факту наши кирпичики. Если мы возьмем любой из тех психотерапевтических подходов, которые мы вам непосредственно с Алексеем выдвинули на этом курсе, кто помнит, кто с самого начала с нами, когда только начиналась история со школы эмоционального интеллекта, первая программа вообще выглядела очень безумно. То есть я на нее сейчас смотрю, думаю, вот это мы, конечно, с Алексеем Крейзи. То есть мы хотели дать основные психотерапевтические подходы, которые сейчас есть в нашей прекрасной практике. То есть гештальт, психоанализ, Ксения, пока вас немножечко уберу, гештальт, психоанализ, транзактненность. В общем, было очень много психотерапевтических подходов, но мы поняли, что делать как все мы не будем с позиции того, что дать всем что-то по чуть-чуть, потому что для того, чтобы использовать качественно и продуктивно в практике каждый из этих психотерапевтических подходов, например, тот же гештальт, этому нужно уделить достаточно большое количество времени. В это нужно прям погрузиться, всю эту историю посмотреть изнутри, от истории создания данных методов до условно, как эта вся история выглядит на практике. А еще за счет того, что наш курс он очень узконаправленный, мы приняли с Алексеем решение, что вообще в принципе отходить от политики нашей школы мы не будем, да, и мы просто посмотрели на то, что действительно работает и научно обоснованно там с таким типом клиентов. То есть, например, там у нас будет курс по РПП, на курсе по РПП не будет личностно ориентированной реконструктивной психотерапии, не потому, что она плохая, она безупречна, это вообще мой любимый метод, а потому, что для определенного типа клиента, портрета клиента актуальны свои научно обоснованные подходы, которые прописаны в клинических рекомендациях. Поэтому не удивляйтесь, если там где-то у нас в дальнейшем будут появляться какие-то другие модели и подходы к обучению, это абсолютно нормально, просто каждое обучение направлено на определенный запрос клиента. То есть, когда у нас будет курс по сексологии, вы понимаете, что там портрет клиента абсолютно другой, там будет абсолютно другая модель обучения. Вот это вот очень важно. и вот все, что я сейчас описывала, эта история, она посвящена тому, это вот если вернуться к первой части моего выступления, где я говорила, что такое хороший психолог. Вот у нас нет задачи сделать из вас шаблоны, да, как по шаблону, значит, идете и работаете, нет. Наша задача, чтобы вы сами творили, но на основе вот этих фундаментальных вещей. Оно сейчас вам может показаться очень сложным, но с нет задачи вас напугать. Я здесь вот стою уже, который час обо всем говорю, только для того, чтобы вы стали чуть ближе к этой экосистеме, чтобы вы прочувствовали эту историю и поняли, насколько эта вся история важна. И вот наша цель и миссия вообще, она заключается только в одном, чтобы в вашем значении слова психолог-консультант было то, что мы будем вкладывать в вас до 16 апреля. Вот я про что говорила вам уже второй час говорю. вот без вот этих вот ребят, которые висят у нас на стене, без них невозможно качественная психотерапия. Без доказательной медицины невозможно качественная психотерапия. Вы можете быть невероятно амбициозным и харизматичным человеком. Вы можете даже там придумывать что-то, но невозможно улучшить качество жизни клиента, опираясь на свой личный опыт. И я уверена, что здесь большинство из вас так или иначе когда-то сталкивались с определенными сложностями, как я это называю, такой недуг. Ну, у всех у нас были какие-то недуги в жизни. Вот я, например, в течение 9 месяцев умирала от панических атак. Вот был в моей жизни такой недуг. И потом еще что-то со мной происходило. Ну, в общем, постоянно были какие-то сложности в этом плане. И я никогда не смотрю на клиента с позиции того, сейчас я ему это порекомендую, потому что мне когда-то помогло. Никогда. я вот недавно делилась с Алексеем, это было откровение, когда мне диагностировали вегетососудистую дистонию в возрасте, я не помню, мне там лет 16, наверное, было, и когда я спросила у врача-невролога, я говорю, так что же мне делать? Мне кажется, я постоянно падаю в обморок. А то, что я упала всего лишь один раз, и то по иной причине никого это не волновало, мне сказали Эльмира, но для того, чтобы не падать в обморок, вы вот здесь вот на пальчик, на мизинчике нажимаете, все будет хорошо, там вот точка какая-то находится, так что вы думаете? Я все 9 месяцев ходила и, значит, сжала на этот палец, ну, и считала искренне, что я не падаю в обморок, и мне повезло только потому, что я успела вовремя нажать. Ой, очень прекрасные времена были такие, юмористические. И, ну, представьте, тут я начинаю консультировать и, предположим, ко мне, сейчас, секундочку, и ко мне обращается клиент и говорит, вот хочу, там, постоянно падаю в обморок, боюсь упасть в обморок. Я говорю, так, психотерапия, это, конечно, хорошо, но когда-то я 9 месяцев продержалась на том, что жала на пальчик. Да, и вот, к сожалению, на данный момент какая-то большая подавляющая часть психологов выглядит именно так. Они жмут на пальчик и, ну, и кому-то это действительно может помогать. И вот наша задача, чтобы мы не жали на пальчик, а все-таки изначально, да, обращались к каким-то более фундаментальным вещам, которые и одному, и второму, и третьему клиенту помогут. Чтобы мы не провоцировали никакого магического мышления у наших клиентов, у которого и так их вот так сполна. Коллеги, у кого есть вопросы в чате, пишите Ксении. Если есть вопросы в зале предварительные, то поднимите руку, я вам микрофон передам. Вот, Оля, что-то хотела сказать. Подожди, подожди, Оль, подожди, подожди. Я хотела сказать, Эльбир, просто для полнотной истории, наверное, еще больше удивишься, потому что у меня соседка, примерно тоже мне было 16-18 лет, она училась на врача скорой помощи и жать на мизинец, не вот так вот, а надо вот так вот ноготь зажимать двумя пальчиками. Их реально учили, это учили врачей скорой помощи действительно так снимать предоборочное состояние. И она меня также учила, то есть это на уровне медицины. Ну, есть врачи, которые рекомендуют резиночку на активные места тела пошлепать. Посмотрите на доску, вам там все написано. Главное, чтобы вы испытали боль, и эта боль вас переключит с одного процесса на другой. Это исключительно рефлексоотвлекающий процесс, так же, как валидол. Я к тебе подойду? Можно? Так же, как валидол. Все знают препарат валидол, мало кто знает, что в него входит. Подавляющее большинство людей думают, что валидол это сердечное средство, которое спасает от инфаркта, неминуемой гибели. Но вы практически не в курсе, что валидол это раствор из-за валериановой кислоты и перечной мяты. То есть фактически это история, где, да, посмотрите состав. Вот прям сейчас откройте Яндекс. Вот откройте Яндекс и вы увидите, что в препарате валидол из-за валериановой кислоты перечная мята и фенобарбитал. Но фенобарбитал это не кардиологическое средство. Поэтому валидол никогда не имел отношения к кардиологии напрямую. Это не способ реанимации. Так вот, что мы говорим. Фенобарбитал это успокаивающее и это не имеет никакого отношения к острой кардиологии. Перечная мята, который вот этот вкус такой странный, да, валидола, это рефлексор или рефлекс. У вас переключается мозг через рефлекс вот этого вкуса странного. А валерианы это тоже успокоительное. Да, да, это не сердечные средства. Это средства успокаивающие, которые растормаживают вот этот процесс, когда вы сконцентрировались на какой-то вещи. Но об этом вам врачи, психиатры, фармакологи расскажут очень хорошо. То же самое, что нельзя принимать нитроглицерин при панической атаке. А есть люди, которые думают, что они спасаются так от инфаркта. Можно расширить так себе аорту, что в принципе больше никогда ее не сократить. Вот. Пока Альмир Марат на отдыхает. Я хотел немножко добавить от себя. Я не буду встаревать во время лекции наших врачей. Я, поверьте, на своем модуле много чего вам скажу, и мы будем разбирать кейсы, мы будем объединять всю систему в едино, да, на моем модуле. Вот. Я хочу сказать дистанционным тоже нашим коллегам, если кто-то особенно практикует. Я бы вас разделил на два портрета. на людей, которые вообще не практиковали психотерапию, психологию, и вы пришли осваивать новую профессию, которая, возможно, станет сначала вашим хобби, а потом вашей профессией. Первая вам рекомендация, не пытайтесь этой профессии сразу сейчас завоевать всего себя, просто его осваивайтесь как хобби. Потихонечку консультируйте, потихонечку пишите статьи в социальных сетях, начните их вести, просто как хобби. Например, вы работаете на своей работе или вы домохозяйка, у вас есть такое хобби. Как сказал Генри Форд, счастливый человек это тот, кто имеет высокооплачиваемое хобби. И вот я вам всем желаю, чтобы у вас сначала это стало хобби, потом это хобби стало высокооплачиваемым, а потом вы в какой-то момент поймете, что оно полностью вас захватило. Это будет идеальный процесс. Есть второй портрет вас. Это уже практикующие психологи. Мы с Эльмирой проводили сколько? Собеседований? Восемь, наверное. По четыре, больше по четыре часа каждые. Мы с каждым знакомились. И мы помним, что есть очень много врачей разных специальностей. Очень много есть психотерапевтов и психологов. И вот вам бы я порекомендовал попытаться на вот эти семь месяцев приложить все усилия, чтобы немножко забыть то, что вы уже умеете и что вы знаете и попытаться информацию от наших специалистов воспринять немножко по-новому. Потому что если вы практиковали Луизу Хей или вы практиковали юнгианство или у вас есть какое-то собственное представление, а это хорошо, но попробуйте вот то, что мы вам приносим через научно обоснованный подход и физиологию и тех преподавателей сильных, которые вам будут рассказывать, попробуйте заново как бы загрузить это все в себя. Это сложно. Я когда-то был на лекции у Джона Витторито на второй ступени в ассоциации. Джон Витторито это ученик Альберта Эйлиса по рациональной мотивно-погенической терапии. Я как-то поднял руку и спросил у Джона какой-то вопрос, чем отличается когнитивно-погеническая терапия от рациональной мотивной, неважно. И рядом со мной сидел мой знакомый, хороший друг, врач-психиатр, заведующий отделением. Он говорит, Леша, ты знаешь, в чем разница? Я врач-психиатр, который 20 лет в профессии. И ты, начинающий специалист, это был несколько лет назад. Я понимаю, что тебе гораздо проще, потому что у него огромное количество вот этой психиатрической советской истории, которая ему очень сильно мешает пересмотреть свой взгляд на пациента. А мы смотрим на пациента, исходя не только из науки, но исходя из того, что мы сами являемся причиной своих неврозов. А психиатрия старая смотрит немножко по-другому. И вот когда это сталкивается, приходится переучиваться и фактически менять философию внутреннюю. Это сложно. Поэтому, если вы уже имеете какую-то сложившуюся философию, попробуйте приложить все усилия, чтобы найти место в головном мозге новой философии, новому взгляду, а потом это как-то скрестить вместе. Это очень важно. Хорошо? Будут ли ко мне вопросы? Пожалуйста. Нет, такого не будет, потому потому что при всем уважении я понимаю, на что вы намекаете. Мне это никогда не нравилось, потому что, на мой взгляд, это абсолютно пустая трата времени и заполнения учебного плана, потому что мы будем делиться, может быть, на двойки, может быть, мы будем как-то по группам разделять вас на какие-то интересные механики на моем блоке. Я не буду раскрывать все эти штучки, но вот тот пример, который вы приводите, где есть терапевт, клиент, супервизор, это бесполезно. Это абсолютно бесполезные истории, это а-ля вам дать практические часы. Это вообще ни о чем. Но представьте себе, что вот сидит Зина, Петя и Клава. Никто из них вообще ничего не понимает в профессии. Они пришли на семинар только вчера. и вот Зине надо быть супервизором. Вот она сидит, значит, она супервизором. И это просто игра трех каких-то людей, которые не понимают, что они говорят, что-то не повторяют, что-то не говорят, у кого-то свое предвзятое мнение. Это просто некая фикция в отработку практики. Единственный способ отработать вам практику, это вот сюда вывести вам скайп, как мы сделаем. Там будет сидеть реальный человек, вот как я кейсы разбираю в инстаграм, там будет реальный человек с реальной проблемой, говорит, ребята, привет, помогайте, я буду с ней говорить, я буду ее разбирать, потом скажу спасибо вам большое, обсуждаем, что делаем. Это называется в медицине что? Друг мой из красной зоны. И это называется? Нет, смотри, у нас будет скайп выведен, там будет реальный пациент, мы его фактически выводим на кафедру, он рассказывает о себе, о своих жалобах, я говорю спасибо, мы ставим его на паузу, я говорю, коллеги, ваше мнение, это клинический разбор, когда мы показываем реального пациента или предлагаем поисследовать, и я спрашиваю, что вы предложите, то есть понимаете, что такое практика? Но то, что вы сказали, я знаю, на что вы намекаете, клиент, пациент, супервизор, это фикция. Эта система работает тогда, если бы мы сейчас были бы в зале все экспертами, высочайшего уровня, и мы бы с вами, например, интегрировали что-нибудь в свою работу, вот тогда бы супервизор, клиент, терапевт, было бы правильно, если бы у супервизора был бы протокол, я бы смотрел, как супервизор, поняла ли ты протокол, например, я врач-реаниматолог, я супервизор-реаниматолог, ты фельдшер, и вы фельдшер, и мне нужно просупервизировать, как вы можете работать по протоколу остановки дыхания, я у меня в руках протокол, а у вас в руках протокола нет, я говорю, у вас там лежит Гоша на полу, например, у вас Гоша был на полу, на полу Гоша был в меде, реанимацию, когда вы отрабатывали, Гошу звали, у вас лежит Гоша, я говорю, погнали, и вы подбегаете к Гоше, как рембригаду, интубация, давление, атропин, если я смотрю, что вы по протоколу сработали правильно, я говорю, моя бригада сработала по протоколу верно, если я вижу в протоколе ошибки, я говорю, моя бригада ошиблась в этом части протокола, сделана была не в том порядке, интубация была выполнена неправильно, или вы не удостоверились, что вы попали в трахею, а не в пищевод, ну и так далее, тогда это эффективно, а вот эта вся психологическая фейковая история, где сидят ни о чем не подразумевающие люди, которые играют в психолога, клиенты и супервизор, это пустая трата времени. Еще вопросы? Я передаю слово. Елечка, можешь сидеть, если ты хочешь. Нет, я постою. Все, спасибо. Спасибо, что разрешила. Так, я продолжу. Осталось совсем чуть-чуть вас помучить. Это история про фундамент, про домик. И сейчас я попрошу вас записать один вопрос, который повторится дважды за весь период обучения. сегодня и перед концом блока Алексея. Этот вопрос звучит следующим образом. А из каких кирпичиков сейчас состоит мой фундамент? И каких кирпичиков мне не хватает для того, чтобы вложить в понятие психолог-консультант то значение, которое пропагандируется в школе эмоционального интеллекта? Теперь понимаете, к чему этот спич был в первой части? Это мы называем цели и мотивации обучения. Мы, конечно, могли задать вам вопрос просто в лоб. Зачем вы пришли учиться? Повторить? Да? На чем остановились? Каких кирпичиков не хватает сейчас? для того, чтобы иметь полное представление о значении такой профессии, как психолог-консультант, значение, значение которой пропагандирует школа эмоционального интеллекта? Предложения могут отличаться, потому что я не учу лекции наизусть. пополовина была импровизацией, поэтому... Чтобы иметь полное представление о том, какое значение в профессию психолог-консультант вкладывает школа эмоционального интеллекта. То есть нам важно, чтобы вы сейчас условно дали ответ на вопрос, из чего состоит ваш фундамент, ваши идеи, ваши концепции, ваше мировоззрение, что вы сейчас вкладываете в понятие психолог-консультант, чего вам не хватает в этой профессии, чтобы условно как-то себя приблизить к ней. И на этот же вопрос вы ответите в конце обучения, а потом сравнить, получилось выполнить план или нет. Хорошо? И здесь в принципе все. То есть больше я сегодня вас мучить не буду. Сейчас перейдем к структурной части образовательного процесса. Я обрисую сейчас вначале какой план у очных студентов. Вы сейчас выслушаете мою речь. А потом вы подойдете к куратору. Ваш куратор Киселева Ксения Александровна сидит вот здесь. Сейчас мы еще для очных студентов выберем старосту. Это очень важно. Все помнят, что такое староста? по факту староста будет иметь прямую взаимосвязь с Ксенией, чтобы передача какой-либо информации. То есть понимаете, вас много, Ксения одна, у Ксении еще дистанционное обучение, студенты оттуда. Ну и просто чтобы с вами быть чуточку ближе, еще через какого-то человека мы выберем старосту. Это первое. Познакомиться с куратором это важно. Какие компетенции у куратора? Компетенции у куратора я, мы вот эту презентацию, которую мы сделали, мы вам всем вышли, вы найдете ее в личном кабинете, мы ее выгрузим. Там все сможете повторить и более подробно прочитать, запомнить, записать и так далее. Первое, что делает наш куратор? Наш куратор это ваша прямая связь со мной, с Алексеем, с преподавателем. Слышали же про такое понятие как личные границы? Я думаю, что слышали. Ну вот представьте, у вас здесь 50 человек и еще 150 с чем-то у нас дистанционно. И тут у всех студентов разом возник вопрос ко мне. У всех сразу. Чтобы не создавать очередь и не нарушать так называемую какую-то личную границу, вы, интересующие вас вопросы, формулируете деликатно. Деликатно, что очень важно. Не по 10 сообщений в одном сообщении, а как бы одним сообщением оформляете и направляете куратору. То есть вы там пишите. У меня вопрос там, например, к преподавателю первого модуля. Вопросы такие-то, такие-то, такие-то. Вы передаете это Ксении. И Ксения это передает преподавателю. преподаватель либо на лекции будущий, да, которые у него будет, либо в каком-то текстовом формате, как он выберет, как ему будет удобнее. То есть здесь диктуем не мы, здесь больше про комфорт преподавателя. Как он посчитает нужным, так вы ответ и получите. Ксения обучается с вами на этом потоке. Так что Ксению вы будете видеть здесь, суббота, воскресенье, она с вами. Рабочие часы Ксении понедельник, пятница с 10 до 6 вечера по московскому времени. То есть это тоже стоит понимать, у кого разные временные промежутки, что это вот больше к дистанционным ребятам, кто смотрит дистанционно, что у вас может быть 10 часов утра, а у Ксении может быть 12 часов ночи. И тревожно писать о том, что у вас что-то не получается и вас интересует какой-то вопрос, но как бы Ксения она на работе. У нас есть такое понятие как рабочее время, поэтому стоит немножечко найти где-то общую точку соприкосновения и я опять же повторюсь, деликатно формулировать ваш запрос, что вас интересует, потому что за счет того, что я работала в образовательных учреждениях, я знаю, как оно бывает и что бывает прям эмоция очень сильно тревожит и вы испытываете сильнейшее какое-то значит потребность высказаться, но Ксения в этом не виновата. Ксения это не приемник ваших эмоций и каких-то переживаний, Ксения это ваш куратор и у нее ее функции достаточно ограничены. Ксения будет вам сообщать, если мы надеемся, что такого не будет происходить, например, какой-то из преподавателей может заболеть, какой-то перенос, где-то какие-то изменения, какая-то дополнительная информация. Мы с Алексеем будем проводить уже во время обучения, мы будем собирать студентов условно в зуме, чтобы как-то подытожить, то есть это будет история, которую мы относим как раз к практике, чтобы не заниматься работой в тройках, потому что это, наверное, самое неэффективное, что может быть на профпереподготовке, как правильно Алексей сказал, вы у нас сидите, вы как белый лист бумаги, и что там, кого контролировать, преподаватель не может всех разом условно подходить и с каждым эту историю отрабатывать, но это будет сложно, поэтому мы с Алексеем выкружили и придумали некие иные моменты практики, которые более реалистичны, вы будете видеть реальных людей, это не история, потому что когда мы работаем в тройках, мы выдумываем ситуацию, она выдуманная, а мы будем приводить реальных клиентов, это в любом случае для вашего мозга будет очень полезно, в том плане, что вы уже не будете так обеспокоены, когда вы начнете практиковать, для вас удивлением, что у вас зазвонил скайп, ой, в смысле он звонит и там какой-то человек сидит, а мне еще с ним разговаривать, а с чего начать этот диалог, да, и как выстроить этот коннект, об этом, обо всем мы будем рассказывать, и я просто хочу, чтобы вы всегда помнили, что наше обучение отвечает на запрос клиента, и все часто встречаемые запросы клиентов, которых мы относим к тревожно-фобическим расстройствам, они будут разобраны в том формате, который для вас более актуален и более продуктивен, если там какой-то из преподавателей решит, что для него важно отработать какое-то, может быть, маленькое упражнение в тройках, это, естественно, будет происходить, но это не является основой практики, а наше обучение про практику, если бы наше обучение было про такую практику, вопрос, из чего состоит этот фундамент, наш фундамент состоит немножечко из другого, поэтому с Ксенией, вот Ксения у нас торжественно встала, с Ксенией познакомились, чтобы не задерживать наших ребят, которые учатся дистанционно, я сейчас немножечко уделю внимание им, это вам тоже будет полезно, потому что какие-то формы контроля тоже будут проходить на этом сервисе, вам это все важно знать, и потом в конце, когда уже закончится трансляция, мы выберем с вами старосту, Ксения отменяется с вами телефонами, ну я думаю у вас уже группа какая-то есть, да, в WhatsApp, там где-то, где вы собственно уже на коннекте, Ксения раздаст вам ваши бумажечки, которые вы сегодня должны забрать, и мы закончим, мы не будем сегодня вас долго задерживать, вот, поэтому начнем. Это моя гордость, очень горжусь этой историей, почему, потому что для нас с Алексеем очень важно было сохранить качество образования для дистанционных слушателей и для онлайн, и для очных студентов, да, в тот момент, когда, ну, нет необходимости условно сидеть и писать тест в аудитории, тратить на это аудиторные часы, когда можно аудиторные часы посвятить, например, разбору кейса, да, поэтому какая-то часть будет переходить на эту платформу. Эта платформа называется VCV, это сервис для сдачи формы контроля. Вам сейчас может быть не видно, вы просто доверьтесь мне, я буду читать, но это презентация, да, дислексик, который умеет читать, но это информация, мы вам вышлем презентацию, вы там приблизите, значит, вот это все просмотрите, более детальной инструкции нет даже на этом сервисе, я вчера сидела, ну, то есть можно было пойти иным путем и просто скинуть вам видео, которое предоставляет данный сервис, но я понимаю, что даже если у меня возникли вопросы, то у наших студентов они будут возникать в любом случае, поэтому оно очень детальное. вот так будет выглядеть первая страничка, на которую вы перейдете по ссылке, которая придет вам на почту. Например, проходит первый модуль обучения и, допустим, наш преподаватель скажет, мне недостаточно, что мне ответили очные студенты здесь, ну, я хочу еще скинуть им тест, и вам придет как и очным, да, дистанционные наши студенты, у них будет непосредственно это все приходить, да, все эти ссылки, вот вы переходите по этой ссылке и вы видите вот эту страничку. Вот здесь очень важно. Вы вводите, там написано имя, фамилия и ваша рабочая почта. Вы, не нужно подписываться там королева ночи, нам нужно вас идентифицировать. Вы пишете свою реальную фамилию, имя, отчество. Я понимаю, что это сейчас звучит достаточно специфично, потому что мы все взрослые люди, как бы не просто так мы здесь и собрались, но бывает всякое. Например, автозаполнение, еще что-то. Пожалуйста, обратите внимание, нам нужно вас идентифицировать. В наших списках на обучение никакой королевы ночи нет, поэтому нам нужно как бы понять, а кто это все сдал и написал. Также здесь, не знаю, оно как-то делается туда, вот, если видно, вот здесь, где мы пишем email, ваша электронная почта и ваша рабочая электронная почта, не мамы, не брата, не мужа, а ваша рабочая почта. Вы можете создать отдельную рабочую почту, вот, прям для обучения в школе эмоционального интеллекта, чтобы уж точно ничего не пропустить, потому что через эту почту, как туда будут приходить ссылки, вся важная и необходимая информация будет приходить на эту почту, все, что касаемо процесса обучения. Сдали вы этот коллоквиум, не сдали, а то бывает так, почту введут, номер телефона введут, почта чья-то вообще другая, и через два дня, а я сдал коллоквиум, ну, зайди на почту, а у меня нет доступа к этой почте, прекрасно, у вас должен быть доступ к этой почте, она должна быть ваша. Дистанционные слушатели, я прошу, пожалуйста, не игнорируйте, это очень-очень важный момент, потому что, если это будет не разовая акция, а систематически повторяющиеся безобразия на протяжении всего обучения, у нас, ну, естественно, возникнут вопросы, да, там, по уровню, насчет мотивированности обучения, вот, это очень-очень важно. Здесь вы у нас совсем соглашаетесь, принимаете все, собственно, конфиденциальные данные, там, говорите, что вы не робот, и нажимаете на кнопку откликнуться, и вы попадаете, вот там написано анкета, вот на анкету не обращайте внимания, это по факту тесты и вопросы, которые вам подготовил преподаватель, вот, например, вопрос номер один, что такое висцеральная система, вы видите этот вопрос, вы даете открытый ответ, открытый ответ, не два слова, а преподаватель должен увидеть, что вы поняли, что происходит, то есть, ну, как бы, распишите немножечко, также, вот, открытые вопросы, ну, и, например, да, там может быть какая-то история в виде теста, также, это может быть смешанная история, там могут быть и открытые вопросы, там может быть и тест, там могут быть только открытые вопросы, там может быть только тест, эта история решается самим преподавателем, то есть, не нами, как преподаватель посчитает необходимым вывести вам форму контроля, с такой формой контроля вы и столкнетесь, ой, простите, идем дальше, вы заканчиваете вот этот первый этап, первый этап, формы контроля вас благодарят за это и вы переходите к следующему этап здесь вы можете столкнуться с такой проблемой что у вас может выскочить окно с тем что ваш браузер не поддерживается создатели данной платформы подумали про этот момент и сделали даже отдельную кнопочку скопировать ссылку вы просто копируете ссылку переходите в другое из ниже представленных приложений но думаю google chrome это не проблема в 21 веке установить вы вставляете просто эту ссылку в тот браузер который требуется и продолжаете и вам выдается инструкция это видео интервью это то что мы придумали с алексеем как будет проходить коллоквиум это очень очень важно потому что наша задача заключается в том чтобы мы были уверены что ну а то как то нечестно у нас значит точные студенты сидите пыхтите значит все учите отвечаете на вопрос а там есть у нас ребята которые учатся дистанционно и у них как бы ну чуть больше развязаны руки да потому что там нет ну мы же не видим что там происходит но прекрасный сервис веселье решил этот вопрос вы здесь совсем соглашаетесь вы переходите к следующему вас встречает пробная запись пробная запись вы там просто проверяете звук вы видите работает ли у вас камера если все прекрасно работает нажимаете начать запись либо пропускаете дальше вас встречают вопросы на которые нужно дать ответ что очень важно что обратить внимание время на подготовку к ответу ограничено то есть вы читаете вопрос течение 30 секунд и за 30 секунд вы должны сформулировать ответ который вы запишите на камеру и дать ответ нужно в течение минут вы видите первый вопрос ну вот предположим там расскажите пожалуйста как работает эндокринная система вы видите вопрос нажимаете начать запись идет запись вы на нее вы отвечаете на этот вопрос в течение минуты нажимаете остановить если вы закончили ранее чем эта запись закончится и нажимаете отправить и продолжить все первый ответ направлен в школу эмоционального интеллекта и так будет несколько раз ну то есть там будет то количество вопросов которое актуально да там какое количество вопросов выдаст преподаватель как это выглядит вам после окончания того как вы все на все ответили вам придет письмо с этого сервиса о том что ваши ответы загружены ждите ответа и в течение самых коротких сроков все зависит ну потому что у нас нет такого что сидит значит там условно куратор проверяет знаете на автомате все эти ответы эти ответы будут просматриваться мною алексеем и нашими преподавателями то есть мы очень детально подходим к форме контроля профилонить не получится проскочить мимо не нас поэтому в течение там ну я думаю что после сдачи контроля в течение там трех пяти дней может быть даже сразу вам придет ответ о том прошли вы или нет если вы не прошли форму контроля вы деликатно повторяясь деликатно оформляете сообщение куратору с тем что пришло письмо с отказом по поводу след на начала следующего этапа в школе эмоционального интеллекта как не быть и мы вам предоставляем вторую попытку то есть попробовать сдать форму контроля можно дважды также очень важно что в конце в конце у нас будет один вопрос который будет зваться следующим образом вот вы ответили там у нас на 10 вопросов и возможно вы вспомнили что то что вы не сказали вас есть возможность еще на полторы две минуты договорить все то что вы не сказали то есть не нужно беспокоиться о том что мало времени мы вам предоставим резерв на то чтобы договорить я не договорила его не будет вы договорите вы скажете все да ну и опять же я повторюсь что там не будет каких-то великих вопросов да там на тему того что значит перескажите нам теорему там докажите это там будут какие-то общие вопросы в течение минуты на которые можно просто гармонично дать ответ если вы владеете информацией без лишних проблем также у вас есть так будет такая история как самостоятельная работа самостоятельная работа она будет у вас встречаться в рабочих тетрадях на первом модуле ее нет чтобы вы не сходили у нас с ума вот я решила что самостоятельной работы на первом модуле у вас не будет самостоятельная работа будет встречаться дальше на других блоках самостоятельная работа оформляется вордовским документом до начала следующего модуля. То есть, например, вы открываете рабочую тетрадь перед блоком личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, и там есть ряд вопросов. Этот ряд вопросов, вы на них отвечаете во время обучения, то есть вы же понимаете, что вы не способны будете ответить на первой лекции, не понимая эту информацию. Поэтому во время обучения, когда преподаватель читает лекции, вы понимаете, о, а я видел этот вопрос в самостоятельной работе, мне нужно его раскрыть. И вы просто в момент обучения в своем удобном режиме оформляете это обычным вордовским документом, там вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, и направляете на рабочую почту, вот, которая Homework, на рабочую почту куратора. Как оформлять письмо, мы вам скажем позже, уже ближе туда, когда это будет приходить, а то, но чтобы не было опять такого, что у вас почта на Зинаиду Петровну, а вы Галина Павловна, и как нам понять, идентифицировать вас, от кого пришло, да, там данное сообщение, пощадите куратора. Вот, поэтому как оформлять письмо и прочее, мы вам выдадим инструкцию подробную. И, в принципе, здесь все. Какие примеры вопросов будут встречаться в рабочей тетради? Ну, например, объясните функциональную причину одышки, ощущение кома в горле при невротическом расстройстве. В принципе, реально. Далее. Обоснуйте правильное применение фармакотерапии при невротических состояниях. И вы своими словами это делаете. Ну, и третий мой любимый вопрос, который мы с Алексеем все-таки добавили в рабочую тетрадь. Объясните, почему поведенческие терапевты лижут ботинки? Вот сейчас это кажется безумным, но в какой-то момент вы поймете, почему мы это делаем. Это вот таких… Ничего там сложного нет. Да, то есть наша задача… Я вижу эти глазки. У вас в восторге просто. Ну, они полежут ботинки в любом случае. Это вам позже все объяснят. И условно, нам не нужно, чтобы вы расписывали там один вопрос, знаете, как курсовую работу. Нам важно понять, чтобы вы своими словами ответили на вопрос. Нам важно понять, что вы понимаете, о чем идет речь. Эту самостоятельную работу также просматриваю я. Ну, вот эту точно. Вопрос про, почему терапевты лижут ботинки, мы с Алексеем лично будем прям сидеть и посвятим этому вечер. Далее. Как сдавать форму контроля, если вы не присутствовали на занятии? Для вас и для людей, которые смотрят нас онлайн. Сдача формы контроля, возможно… Ну, вот, форма контроля прошла, вас на ней не было, в течение 7 дней после даты проведения. То есть у вас будет 7 дней, но я думаю, форма контроля не длится 4 часа, как итоговый экзамен. Ну, вы видели, что там и сервис сам устроен таким образом, что вы не сможете сидеть по 20 минут над одним вопросом у вас, как бы, время. Поэтому вы достаточно быстро ответите на все вопросы, которые беспокоят наших преподавателей. Второе. Количество попыток у вас будет 3. Ну, я думаю, что с третьего раза, если кто-то что-то прям… Да, Оль? Да, и у вас тоже может встречаться. Ну, предположим, Оль, тебя не присутствовало на форме контроля. Ну, тебе же его нужно будет как-то сдать. И мы тебя переведем туда. Да. Просто если преподавателю не получилось по каким-либо причинам сдать, то мы вас перенаправим туда. Количество попыток 3. Если вы сдали форму контроля на 2, сообщите об этом куратору, как я говорила уже до этого, да, в деликатной форме. И вот, собственно, время связи с куратором здесь указано с 10 утра до 6 вечера по московскому времени. Помним, что существуют личные границы. Рабочая тетрадь. Почему не вся сразу? Это один из самых часто задаваемых вопросов от наших студентов. Почему, собственно, частичка? Ребят, представьте себе, как бы вы были удивлены этой рабочей тетради, если бы мы со всей вот этой самостоятельной работой, со всей этой информацией от наших преподавателей, о которой вы сейчас вообще, в принципе, вы даже не понимаете, что там, ну, к чему эти... Ну, вот представьте, вы открываете рабочую тетрадь и без подготовки видите это. Вы такие, ух, формулы, и что мне с этим делать? Как мне это используют? Вообще зачем? Так страшно. Чтобы вы не испытывали лишних каких-то переживаний, не испытывали лишнего страха по поводу обучения, значит, не мандражировали без повода, нами было принято решение, что мы будем высылать вам тетрадь дробно. Если вам будет актуально, мы потом в конце обучения можем просто соединить, ну, это больше для... Да и для вас тоже, почему нет? Да, соединить всю эту историю в один документ, выслать вам, чтобы у вас эта история была, ну, вот не кусочками, да, а полным документом. Нам не жалко, если вам будет приятно, пожалуйста, сообщите. Но всю рабочую тетрадь сейчас высылать вам, это не является рациональным. Поэтому рабочую тетрадь вы будете получать перед началом модуля, то есть вы будете заходить на ваш личный кабинет, где у вас проходит обучение для онлайн-слушателей. Для очных студентов у вас тетради будут лежать... у вас тетрадь будет лежать на столе. Идем дальше. Тоже очень важный вопрос, когда можно задавать вопросы преподавателю. Вот, ребят, давайте договоримся, что задать вопрос преподавателю можно только во время его модуля, а не так, что, значит, вас осенило спустя три месяца после того, как преподаватель уже отчитал свой модуль. И вы, значит, с тревожными глазами бежите к нам, говорите, у меня вопрос к преподавателю. Вот чтобы такого не было, формулируйте вопрос заранее и задавайте его. Тем более очным студентам это сделать гораздо проще, вы с ним в ВКонтакте. Для онлайн-слушателей я вас прошу, передавайте вопросы куратору заблаговременно, а не так, что потом нам где искать преподавателей, каким образом с ним связываться. У нас преподаватели занятые люди. Ну, как бы, у всех есть свое рабочее время, да, поэтому это тоже стоит понимать. Если вы также задали вопрос в чат во время трансляции и ваш вопрос не был поднят, потому что очные студенты также могут там когда-то просматривать, да, там и учиться дистанционно, если не получается присутствовать на занятии, если ваш вопрос не был раскрыт преподавателем, то также этот вопрос направляется преподавателю через куратор, да, чтобы наверняка, чтобы никто его не пропустил. Ну и, собственно, все. Еще из дополнений, вот сейчас мне Алексей Юрьевич сообщил, что у нас будет кофе, у нас будет кофе, кофе, поэтому кофе, чай, водичка, все там. Да, Ксения. Вопрос от онлайн-слушателей, от Хомяковой Лидии, Сташа, относительно тестирование, да, не понимаете, где вот эти действия? Да, да, да. Одну секунду, вы можете повторить вопрос в микрофон, потому что у нас онлайн-слушатели просят, да. Повторю, вопрос от Хомяковой Линды. Относительно тестирования, я правильно понимаю, что будет две попытки сдавать весь тест и три попытки на запись каждого видео? Попытки, а, все, я поняла. Лиля, да? Линда. Линда, я изначально неправильно услышала вопрос. Да, у вас будет две попытки сдать всего, ну, то есть вот всего две попытки. И запись, какое количество попыток на запись видео будет, это, ну, я думаю, что три точно. Три будет точно. Конечно, эта история, она согласуется с преподавателем. Это все согласуется, это не мы пляшем тут, значит, придумываем, как бы усложнить кому-то жизнь. Если преподаватель скажет, что я считаю, что здесь ответы на данный вопрос можно сформулировать и дать при ответственном обучении за две попытки, значит, будет две попытки. Мы не можем противоречить ценностям преподавателя. Еще вот поправка Лариса говорит, вопросы преподавателю возникнут, когда будет практика. Конечно, можем не успеть задать на уровне теории. Не понимаю, какие вопросы. Причем здесь практика и теоретические модули. Это вопрос к Ларисе. Немножечко непонятно, либо переформулировать. У вас будет, ваша основная практика начнется на блоке Алексея. Задаем их Алексею. Давайте я тоже присоединюсь к ответам. А как зовут девушку, Ксюша? Да. Лариса. Если у вас будут вопросы к преподавателям, например, по физиологии, и у вас вдруг возникнет вопрос по физиологии, когда вы будете работать на практике, то, безусловно, эти вопросы возникнут. И вам нужно будет на них самостоятельно искать ответы. И самостоятельно это как-то понимать или подойти ко мне или к Эльмире. Преподаватель у нас, например, по физиологии или по личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии доступен вам во время его модуля. Во время его модуля вы его терзаете вопросами, подходите, интересуетесь, пишете, передаете вопросы куратору. Преподаватель на них на все отвечает, формируете дополнительные вопросы, мы на них вам отвечаем. Но если вдруг вы через два месяца в своей практике столкнетесь с вопросом и захотите его задать преподавателю, ну, наверное, это будет немножко странно, да, потому что у нас они не сидят по кабинетам, где можно в любой момент приехать, к ним прийти. То есть это технически очень сложно. Поэтому лучший... Вот это еще один момент. Просто многие слушатели, может быть, привыкли к моим сезонам, да, когда вот они купили доступ к сезону в сентябре, а начали его смотреть в ноябре. И думают, что это нормально. Ну, технически на сезоне это нормально. Но у нас, если мы в сентябре, грубо говоря, начали, то у нас через месяц наш физиолог занимается уже совершенно другими делами. То есть нельзя, даже если вы смотрите в записи, делайте это так, чтобы это не было... Вот я не смотрел, не смотрел, не смотрел, не смотрел, а потом в самый конец, когда нужно сдавать уже зачетную работу, коллоквиум, а вам надо посмотреть как минимум 48 часов информации. Вот я посмотрю, что вы там усвоите за 48 часов без сна и отдыха. Да, поэтому делайте это, пожалуйста, даже если вы смотрите в копии и онлайн, делайте это поступательно. Не смогли посмотреть, присутствовать онлайн в субботу или в воскресенье, значит, вы должны присутствовать в копии, как минимум понедельник, там среда, чтобы все это сформулировать. И потом задать вопрос уже к следующему уроку, например. Будут ли еще у нас вопросы дополнительные? Да, есть вопрос. Благодарю за ответ. А к чему тогда относятся три попытки с предыдущего слайда? Три попытки относятся, понимаете, я еще раз повторю. У нас есть требования, которые выдвигает наш преподавательский состав. Я все-таки агитирую за то, чтобы у наших студентов было три попытки для того, чтобы была возможность пересдать форму контроля при неудовлетворительной оценке. Поэтому три попытки, давайте обрисуем так, что это максимально в лучшем исходе развития событий. Но я думаю, что я найду общий язык с преподавателями, все-таки у всех оставим три попытки. И еще был такой вопрос в чате онлайн сегодня. Сколько по времени будут лежать лекции на платформе? Давай я отвечу на этот вопрос. Мы его сейчас обсуждали, пока Эльмира делилась с вами информацией про Алексея Алексеевича. На платформе лежать копии будут до момента получения финального экзамена. Все. Еще вопросы? Пока вопросов нет. Да, это работает. Данное приложение… Вопрос просто продублирую. Как вас зовут? Олесь. Да, продублирую вопрос. Данным сервисом можно пользоваться как с планшета, как со смартфона, с любого устройства, где есть интернет и камера, и интернет. Повторилось. Поэтому никаких сложностей не возникнет. У меня еще одно дополнение. Все помнят собеседование в Zoom. Многие его проходили. И я буду лично… У меня есть группа контроля. Как вы помните, я на некотором собеседовании просил отметить кого-то на группу контроля. И я буду проводить встречи в Zoom, не на нашей платформе, а в Zoom с нашими онлайн-студентами, которые смогут уже мне тоже задать вопрос. Помимо контакта с Ксюшей, они смогут мне или мире задать вопросы в прямом эфире. Я буду спрашивать, как у вас идет процесс, что получается, что не получается, что усваивается, что не усваивается. Мы с вами будем видеться здесь по субботам и с кресеньем. Я тоже буду с вами. И вы будете подходить и спрашивать. То есть вы будете в контакте со мной вживую, а онлайн будет в контакте со мной в Zoom. Так что я очень хочу, чтобы я с дистанционными студентами не терял контакт. Хотя бы визуально, что там есть некоторый виртуальный Петя и некий виртуальный Леша. Чтобы мы с вами встречались в Zoom, и вы зададите свои вопросы, что-то вам непонятно. Поэтому не переживайте. И я так понимаю, что вам нужно много кофе. Кофе будет внутривенно, не обещаю. Можно ящик атропина, помогает в принципе сразу очень быстро. Правда сушит рот. Онлайн студенты очень волнуются. И еще Екатерина спрашивает. А если допустить тот исход, что кончились три попытки, дали к обучению, не допускаются? Нет, не допускаются. Если студент не сдает форму контроля, мы с ним прощаемся. Это идеология школы эмоционального интеллекта. Ну, как бы, простите, мы не выдаем диплом в рассрочку. Мы все понимаем. Мы понимаем, что может быть сложно. И я здесь стояла, говорила около двух часов не просто так, а чтобы вы поняли, что все возможно. Что, ну, да, действительно, где-то могут возникнуть сложности. И мы это допускаем. Но также мы допускаем, что есть определенные люди, которые не столь мотивированы на обучение, а мотивированы на получение диплома. Понимаете, в чем разница? Еще один вопрос. А деньги возвращаются? Если обучение было оплачено полностью, мы высчитываем те деньги, которые не были использованы, собственно, временным промежутком, вам делаются перерасчеты, возвращаются деньги. Если вы оплачиваете блочно, вы прошли блок и не сдали, то, к сожалению, возвращать денег не за что, вы воспользовались. Вот еще Елизавета спрашивает. Прослушав внимательно лекции, этого будет достаточно сдать экзамены? Конечно, да. Будет достаточно сдать. Ну, у нас нет, я повторюсь, у нас нет задачи сделать из вас, там, условно, знаете, каких-то академиков наук. Мы же все понимаем, что у нас разная категория людей с разным уровнем образования. У нас есть практикующие специалисты, у нас есть врачи, и у нас есть люди, которые до этого работали менеджером. И наше обучение, оно адаптивно для всех. Главное желание влиться в процесс. У нас нет задачи вас напугать, у нас нет задачи, чтобы вы сидели целыми днями, значит, возле книги Симонова, там, и учили ее наизусть. Это не поможет. Я более приветливее отнесусь к человеку, который своими словами объяснит какую-то информацию, нежели он зачитает выученную наизусть, и когда закончится коллоквиум, он выйдет и забудет об этом. Вот мы с Алексеем больше на это внимание обращаем. А Линда спрашивает, не могли бы вы поподробнее рассказать про систему оценивания? Только зачет, не зачет, или будут где-то конкретные оценки? Спасибо. Система, опять же, это вопрос, который решается непосредственно, совместно с преподавателем. Есть ли эта история? Ну, давайте представим там тест. Я сейчас постараюсь вам объяснить это не с точки зрения методических каких-то особенностей, как пишется вот эта, значит, форма оценивания, оценивания я объясню человеческим языком. Предположим, пишется тест, в тесте 10 вопросов, и дополнительно к этому тесту вы еще должны дать ответ на тоже 10 вопросов в видеоформате. И предположим, что в тесте вы допускаете две ошибки, а в видеоответе вы там не отвечаете на один вопрос. Ну, то есть вообще ничего не говорите, понимаете, да? То есть вообще ничего. Вот у вас, значит, ступор. С третьей попытки вы не понимаете, у вас было три попытки, чтобы перезаписать видео, переосмыслить вопрос, но вы понимаете, что вообще первый раз в жизни это слышите. Я не знаю, если обучаться и выполнять самостоятельную работу, ну, это действительно, это настолько сложно быть абстрагированным от данного ответа. Вот поэтому у нас возникнут вопросы тогда, собственно, как человек учился. И предположим, вы допускаете несколько ошибок, перед этим вам будет высылаться условно допустимая норма, да, какую преподаватель выдвинет. То есть если он скажет, что в этом тесте допустимо для удовлетворительной оценки, ну, условно там, плюс и минус, для плюса достаточно ответить на семь вопросов и допустимо там не ответить на один вопрос в видео, значит, это плюс. То есть все вот эти вот истории, факторы оценивания, да, как вас будут оценивать, это решает преподаватель. То есть как он на данный момент видит, потому что у всех преподавателей, вы понимаете, они у нас тоже творцы. И каждый из них видит свою форму контроля в своем виде. У кого-то это может быть 10 вопросов теста, а у кого-то, может быть, это 10 вопросов только видео ответа. И что он там, как это он решит это оценить, мы об этом вам сообщим. Там ничего криминального нет. Все на уровне, ну, как бы адекватной допустимой нормы. Я все-таки стараюсь немножечко упростить этот момент, и я всегда с преподавателями пытаюсь войти. То есть мы на вашей стороне. Можно я успокою дистанционных клиентов и очных. Ребята, у меня и у Эльмиры нет задачи ни моральной, ни экономической вас слить середина обучения. Ну вот не стоит такой задачи. Стоит задача подготовить материал таким образом, чтобы задать такие же вопросы в тесте. То есть фактически у вас тест, закрытый, открытый или видео, будет эквивалентен лекции. Если на лекциях были, если вы что-то конспектировали, то вы не увидите что-то, придуманное преподавателем из головы. То есть то, что он вам прочитал, то он в тесте вас и спросит. Вам просто надо это будет повторить. То есть не нужно будет что-то вытворять, синтезировать. Просто нужно будет повторить. Плюс у вас будет последняя лекция блока. На этой последней лекции блока будет так или иначе подготовка к тесту. И почему-то, мне кажется, что преподаватель вам будет говорить о тех вопросах, которые, скорее всего, будут в тесте. Но не стоит задача вас вот так вот уконтропупить. Не стоит переживать по этому поводу. Правда же? Да. Слушаю. Ну, на какие-то вопросы я ответила сама, имея информацию. Это хорошо. Вот Наталья спрашивает. Имея опыт обучения на дистанте, в других образованиях, при обучении, много отдается на самостоятельную работу. То есть студент сам ищет материал, изучает и так далее. То есть к тесту готовишься сам на основании того, что сам нашел. Ну, я так понимаю, что здесь такой истории не будет. Наталья, я не знаю, когда вы подключились к трансляции. Если вы подключились где-то в середине, то настоятельно рекомендую пересмотреть то, что я говорила. И то, что сейчас сказал Алексей. У нас нет задачи вас полностью закинуть в какой-то обрыв, чтобы вы оттуда, значит, выбирались. И вот в конце увидели этот диплом, значит, выцепили его зубами. У вас самостоятельная работа, которая будет в тетрадях. Это вопросы, которые повторяются в лекции. Ну, то есть была когда-то лекция. Давайте даже с вами еще раз посмотрим. Которая объясняет правильное применение фармакотерапии при невротических расстройствах. Ваша задача своими словами об этом рассказать. Вам об этом расскажут преподаватели. Там не будет информации в самостоятельной работе, которая не поднималась на лекциях. Вы думаете, почему мы так долго, собственно, с Алексеем, нашего общего ребенка, выхаживали? Как раз таки по этой причине. Потому что каждый вопрос, каждая лекция, она продумана. Касаемо тестов, та же самая история. У вас есть список рекомендуемой литературы, которая будет выдаваться в рабочей тетради перед началом модуля. И если вам актуально, вы можете ее читать самостоятельно, при помощи кого-то, как вам удобно. Но ответы на вопросы теста будут подниматься на семинарах, на самом обучении. У нас нет задачи, чтобы вы изучили всю физиологию, понимаете, все учебники по физиологии. Нет. Там будет четкий вопрос, и до этого четко преподаватель давал на него ответ. Я дополню. Наталья, да, последний вопрос задавал? Да. Я понял. Отлично. Очень хорошо, что вы присоединились к нам. С нами 156 виртуальных коллег. Я вот всем хочу передать от Владивостока до Санкт-Петербурга. Мне безумно хочется вас всех увидеть и собрать 200 человек в большом зале, например, такой, как Арбат Холл в Москве, и вручить вам всем очно дипломы, когда вы закончите. И я очень надеюсь, что мы вас всех соберем. Вы приедете, прилетите, приплывете, приползете, но мы с вами увидимся. Мы-то с вами увидимся точно в каком-то прекрасном заведении с бантами. И очень хочется, чтобы вы приехали. По поводу вашего вопроса. Действительно. Помните, я отвечал на вопрос нашей коллеги по поводу пар-терапевт, клиент, супервизор? Что это некая такая профанационная штучка для заполнения часов. Очень много программ переподготовки и программ образования действительно отдают часы на так называемую самостоятельную работу, где вы должны найти материал, изучить. И это учитывается в часах. То есть вам заявляется полторы тысячи часов. Вы такие, батюшки, полторы тысячи часов информации. Это ж кладезь. А по факту выясняется, что из этих полутора тысяч 500 аудиторных и тысячи самостоятельных. Поднимите руку, кто с этим сталкивался. И в итоге получается, что вы купили полторы тысячи часов, но по факту большая часть – это самостоятельная работа. Мы таким не занимаемся. Да, сейчас я Ксюше вам микрофон передам. Родион спрашивает. На записях копий будут тайм-коды для более простого ориентирования материала? Я думаю, что нет, не будет. Это невозможно технически. Далее Ирина спрашивает. Можно ли рабочую тетрадь присылать заранее, сообщив об этом, чтобы успевать распечатать перед уроком? Хорошо будет. Хотя бы за три дня просит. Насколько рано она будет присылаться, я обещать не могу. Если бы я могла обещать, я бы это сделала. Существует такое понятие, как ситуация непреодолимой силы. И чтобы вы потом не огорчались, я обещать этого не буду. Но до начала за день точно она будет. Надежда спрашивает. Можно список всей литературы заранее? Нет, нельзя. Список литературы не выдам заранее, потому что сегодня наш преподаватель, например, по физиологии решит добавить еще что-то. Завтра он скажет, а это им не нужно. Нет, мы таким заниматься не будем. То, что утверждено в рабочей тетради, вы будете получать заранее и вот это вот все собирать в один документ. Нет, такого не будет. Пока что все. Вопрос закончился. Спасибо за вопрос про литературу. Я сейчас поясню, в чем история. Первое. У каждого модуля будет своя литература. И вам надо читать литературу согласно модулю. Вот прошли модуль, мы что-то порекомендовали, преподаватель что-то порекомендовал, преподаватель порекомендовал что-то дополнительное. Вот вам список литературы по модулю. Модуль второй прошли, рекомендованная литература, преподаватель порекомендовал что-то по модулю. И вот таким образом за шесть модулей у вас будет список и полностью рекомендованной литературы по модульно. Сейчас выслать вам всю методичку от А до Я, всю литературу от А до Я. Ну, может быть, мы сразу вам лекции вышли. Чего же тут сидеть-то? Поэтому давайте усваивать и диплом действительно сразу полетит голубями. Поэтому давайте идти поступательно. Я знаю, что есть перфекционисты, которые захотят прочитать все сразу с корочтением, всю литературу. Не нужно. Сосротачивайте внимание на модули. Вот есть модуль. Вы прочитайте хотя бы Ухтумского «Доминанту». И поговорим с вами о работе «Доминанта» и о работе рефлекса головного мозга Сеченова. Вы прочитайте Сеченова с Ухтумским. И этого вам будет, в принципе, уже овермноговато. А уж потом вы будете говорить мне, надо ли вам еще что-то читать. Или вы скажете, можно мне паузу взять. Кто читал рефлексы головного мозга? Настя, ты читал? Достаточно? Вообще за глаза. За глаза. Поэтому не бегите впереди невротического паровоза. Он и так вас догонит. Да, пожалуйста. У нас тут в чате несколько человек на АПП с контейнерами. Нам можно микроволновку как-то организовать? В чате несколько человек на АПП с контейнерами. АПП? А. На АПП, да. Мы организуем вам, во-первых, мы перенесем чуть-чуть гардероб туда. У вас будет отдельная история с микроволновкой. Мы это сделаем. Пожалуйста. И кофе мы вам сделаем зерновой, хороший. Ну, просто тяжело. А, Алексей, давай мы будем обещать микроволновку в этом помещении. Я не говорил про это помещение. У нас есть еще три этажа. Да, нет, я знаю, что эта микроволновка будет, просто она будет не здесь. Да, она будет этажом выше. Пожалуйста, будут ли еще вопросы онлайн или у тебя есть еще что-то? Да, нам еще нужно. Тогда мы продолжаем, пожалуйста. Если вопросов больше нет, у нас стоит сейчас очень важная часть. Нам нужно выбрать старосту. Я не буду ходить вокруг да около. Поднимите руку, у кого есть желание. Так, так, так. Да, давайте тогда начнем по порядку. Начнем с Софи, да, если я не ошибаюсь. Коль, ты поближе ко мне. Начнем с тебя. Расскажи о себе и почему. Да, конечно, Алексей Юрьевич. Да, я здесь. Я тогда микрофон вам передам, и вы по кандидатам. Слушайте, я как в институт вернулся вообще. Привет, коллеги. Меня зовут София, я практикующий психолог. Около года, наверное, я уже учусь у Алексея и рада здесь быть. Что еще рассказать? Психология моя основная деятельность. Это единственное, чем я занимаюсь, ну, еще немного спортом и какой-то своей личной жизнью. Достаточно свободно. София, а как тебе кажется, какие функции староста выполняет? Ну, я была старостой в институте и в школе, вот. То есть опыт в старости есть? Достаточно коммуникативно, общительно, со мной легко общаться, и я люблю общаться с людьми, и люблю людей, мне с ними интересно. Я достаточно ответственна и пунктуальна. Вот. Я могу куда-то подъехать, кому-то помочь, подсказать, поддержать. И, в принципе, ну, такие организаторские способности, я думаю, что у меня имеются. Я даже, пользуясь случаем, хочу предложить после учебы на перерыв пойти всем в ресторан, познакомиться и пообщаться поближе. Ну, это вы решите уже с группой, как оно вам будет. Вот, но я не настаиваю, то есть если нужно, я как бы с радостью возьму эту обязанность. Если нет, и если кто-то хочет больше, то не вопрос. Солнышко, у меня к тебе еще один очень важный вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, как плотно твой график сейчас устроен? У меня есть где-то две консультации, пять дней в неделю, то есть, ну, около десяти клиентов в неделю стабильно. Учусь здесь и четыре-пять раз в неделю тренируюсь, я занимаюсь боксом и плаванием. Хорошо, я тебя услышала. Так, дальше кто у нас там из желающих? Боксом и плаванием. Хорошая сублимация. Добрый день, коллеги. Ника, о себе могу что сказать. Я не психолог практикующий пока что, но вполне себе планирующий практиковать. По поводу временных каких-то историй у меня, я что могу предложить? Я могу предложить плотное общение именно в вечернее время. То есть, когда все пришли уже с работ, все там пришли с обучения, дети, не знаю, легли спать. Допустим, после шести-семи и до, к примеру, десяти часов. То есть, каждый день могу быть на связи и решать какие-то вопросы. То есть, вечером. Вот такое предложение с моей стороны. Ну, как бы кафе, ресторан, я там тоже за. Хорошо. Так. А мужчина не хотим? Настя еще можно? Хотите мужчину? Нет? Но хочу. Муж есть. Всем привет. Меня зовут Настя. Я также не являюсь психологом. Я работаю в финансовой организации. У меня в рамках моей текущей работы есть команда. Поэтому я знаю, что такое быть ответственной, уметь решить быстро и качественно какие-то вопросы. И хотела бы быть старостой, чтобы больше коммуницировать, общаться. Потому что я надеюсь, что все мы здесь будущие коллеги. Вот поэтому предлагаю свою помощь. А по загруженности моей, ну, я работаю пять дней в неделю, там, с десяти до шести, с девяти до шести. Поэтому в вечернее время могу быть на связи. Так, хорошо. Мужчина будет пробовать себя? Сколько у нас? Сорок с чем-то девчонок? Я когда учился в колледже парикмахерского искусства, у меня было примерно то же самое чувство, что у вас сейчас парни. Я помню, когда я зашел в столовую, можете представить, на Таганке, на Хохловке был колледж парикмахерского искусства. Я сейчас подойду, чтобы меня видели онлайн ребята. Я просто завидую отчасти сейчас молодым людям, потому что я когда-то был на их месте. Я помню эти первые дни. У меня четыре образования. Первый из них художник-парикмахер. И я захожу в столовую. Можете представить, я захожу в столовую, там четыреста девушек. И все так. И ты стоишь. И тебе восемнадцать. Это был очень интересный опыт. Если бы меня сегодняшнего туда поместили, то, конечно, пиши пропало. А тогда было как-то все попроще мне еще. Поэтому держитесь, парни. Будет весело. У нас Настя, София и Ника. Я всех знаю, кстати, хорошо. А ты хочешь кастинг устроить? Нет, я хочу принять решение. Да, я очень люблю принимать решение. Но все, в общем, хотят, да? Ты скажи, что тебе требуется. Может, не сразу передумай. Я уже приняла решение. Может, там какие-то подпорки, распорки. Для меня очень важно. То есть я понимаю, что такое работать в подобной группе, которая у нас собралась. И вас действительно очень много. Вас очно пятьдесят. Это очень много. Это еще не все влезли. Да, это еще не все влезли. Надеюсь, что когда-нибудь мы их всех влезем. Мне очень важно, чтобы был опыт работы руководителя. Потому что староста, это не просто у меня есть свободное время в какой-то такой истории. Поэтому вы все у нас умнички. Я надеюсь, что... Я уверена, что в будущем будут появляться какие-то возможности, где вы будете с нами внедряться в наш проект и быть более взаимодействовать с нами. По каким-то организационным вопросам мы вас с удовольствием рассмотрим. Но пока что я принимаю решение, что это будет Настя. Потому что у этого человека есть большой опыт ведения команды. Не просто где-то в институте, а человек является руководителем. Поэтому всем спасибо. Эльмира Бородовна, а у старосты какие-то преференции будут? Ништяки какие-то? Мы обсудим со старостой. А какие обязанности? У старосты обязанности это человек, который передает вам актуальную информацию. То есть понимаете, вот Ксения у нас, еще раз, вас здесь 50, там дистанционно 150. И староста это тот человек, который больше взаимодействует с очными студентами, которая будет на одной ноге вместе с Ксенией доносить вам какую-то актуальную информацию. Староста будет вести еще, единственное, что еще староста будет делать, где делегирование обязанностей будет происходить, староста будет вести дневник посещаемости у очных студентов, либо как-то его передавать. И все. Все остальное это организационные вопросы, смена, там перенос какого-то времени, что-то передать от преподавателей, что-то передать от нас. Все будет проходить через старосту. Поэтому обменяйтесь номерами обязательно. Ну, либо вы там уже в какой-то группе состоите, и я думаю, что никаких проблем не будет. Найти, сейчас, секунду, найти Настю. Настя может там ручкой помахать. Да, лапкой помаши, там скажи, это я. Вот, поэтому никаких вопросов, думаю, не возникнет. Да, ну, можно написать, в принципе, ничего. Давайте я буду каждый раз по пятницам спрашивать какую-то перекличку. Можно мне в личку, чтобы не засорять группу? Да, остальные будут по мере поступления актуального модуля. Вот еще вопрос от Сергея, но это к Алексею. Понимаю, что забегаю вперед, но уж очень интересно. Алексей Юрьевич привел пример, как будут разбираться кейсы в живых аудиториях. Как в этом плане будут разбираться кейсы с онлайн-студентами? Я отвечу на этот вопрос. Заберу слово у Алексея Юрьевича. Как зовут молодого человека? Сергей. Сергей. Для вас будет приблизительно та же самая история. Если вы думаете, что мы вас обходим стороной, нет. Вы у нас также будете выводиться в скайпе. По той же самой технологии. Нет никакой разницы, где вы находитесь. Там или тут. Разница только в том, что у вас условно, ну, в момент обучения, да, например, когда мы будем обсуждать разбор какого-то кейса, вас будут зачитывать, а не слышать напрямую. Но вы будете услышаны. Но также вы будете выводиться сюда. То есть несколько студентов с дистанционной формы обучения смогут также вывестись к нам на экран в скайпе и высказаться по поводу того, как бы они вели данного клиента, какие бы гипотезы у них были и так далее. Ну да, я дополню. Я понимаю, что мы не можем дистанционно вывести все 150 человек, да, иначе мы будем до утра разбирать один кейс. Мне очень важно, чтобы вы не высказались каждый, а чтобы каждый задумался. Как зовут Сергей? Сереж, смотрите, когда я буду показывать кейс живой, да, и мы будем решать задачу, например, над гипотезой, о чем вообще идет речь, или идти по ходу терапии, мне нужно, чтобы вы просто учились думать и учились видеть логику, потому что мы это будем делать на шестом модуле уже после того, что вы прошли. И мне нужно просто вам на практике показать, как мы это соединяем. То есть мне не нужно, чтобы каждый из вас поднял руку и сказал что-то. Если захочется, да, окей, захочете идти в скайпе, поднять руку, давайте мы это сделаем. Или кто-то хочет поспорить или подискутировать без проблем и с удовольствием. Но моей задачей в моем блоге, когда мы будем кейсы разбирать, чтобы вы задумались над моим вопросом. Я ставлю, например, на паузу человека, говорю, как вам кажется, какие варианты. И вот вы начинаете думать. Люди в зале, конечно, могут поднять руку, им будет проще. Вы можете написать в чате, мы вас будем тоже читать и тоже слышать. Но не в этом суть, а суть в том, чтобы вы видели на практике, как это выглядит. И вместо вот этого терапевта, клиента, супервизора у нас будет просто много кейсов. Причем желательно, они будут такие сложные, легкие, обратные задачи. Можешь рассказать, что это такое? Могу, конечно. Потерпите, мы еще чуть-чуть, еще немножко. Наберите силы. Это тоже очень важно. То, собственно, зачем вы сюда все пришли уметь разбирать кейс? Как мы будем вас этому учить? У вас будет несколько видов, несколько видов задач. Первая задача будет классическая. Ну, как обычно выглядит задача. Значит, Зинаида Петровна, наша любимая. Зинаида Петровна, у которой наблюдается в анамнезе то-то, 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 считает себя больной столько-то, только-то, только-то, собственно. Задача заключается в том, чтобы, там, условно, проинформировать клиентку, нашу любимую Зинаиду Петровну, которая все уже в течение нескольких лет никак не избавится от панических атак, проинформировать ее о том, что от панических атак не умирает. Ну, и вы нам рассказываете, как вы будете это делать. Второй вид, один из моих самых любимых, называется перевертутая задача. Это когда мы вам с Алексеем условно говорим, ход терапии был такой. Выдвините гипотезу, какая могла быть проблема у этой клиентки. Почему условно мы с Алексеем полизали ботинки? С какой проблемой могла обратиться эта клиентка? Или у вас может быть задача, где начало задачи Зинаида Петровна, то-то, 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 потом части задачи нет, а потом есть часть задачи хода терапии. И мы говорим, а какой частички не хватает для того, чтобы был такой ход терапии? Вы нам объясняете. Ну, и одно из моих самых любимых, это задача с ответом, в котором есть ошибка. Это то, где вы включитесь в процесс 100%. Ну, то есть, где условно задача Зинаида Петровна, то-то, 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 ход терапии такой-то, такой-то, и где-то есть маленькая оплошность, и мы говорим, найдите. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что вы, то, что сейчас Эльмир Маратовна вам сказал, вам понравилось. Да я вижу, как вы сразу загорелись, и вижу горящие красные глаза камеры. Я надеюсь, что у нас получается передать то вовлеченность и тот посыл, который мы несем в образование, да, что это не вот просто начитывание, а чтобы вы думали, размышляли. Не обязательно с Ницинштейном. Главное, чтобы вы на нашем курсе научились думать, размышлять, решать задачи, потому что каждый человек для вас это какая-то задача, это какая-то история, это гипотеза, это ошибка, это проверка гипотезы, это выстраивание альтернативы, это диагностика, то, что Эльмира сказала последнее, найди ошибку врача. Она присылает вам анализы, да, там первичные, ну, самое простое, у меня жалобы на остыни, слабость, связалась разбитая с утомляемость, прошла такие-то обследования, найди ошибку. Ну, вы это сделаете, это сейчас звучит для вас страшно, как это, найди ошибку врачу, но вы все поймете. Вы просто поймете, что нет анализа на ферритин. Ну, вы же это увидите, а мы вам это подскажем. Там все несложно, вы на мир, вообще на людей посмотрите немножко по-другому. Есть что дополнить с ошибками? Нет, здесь все. Я думаю, что если онлайн, есть вопрос еще онлайн? Давайте зачитаем, я отвечу. И у меня будет финальное слово, да, и мы закончим. Вопрос от Натальи. Если не нужен диплом, и ты не сдал экзамен, можно стать просто слушателем без диплома? Нельзя. Это мы, это противоречит ценностям школы эмоционального интеллекта. Понимаете, чисто экономически нам вообще было выгодно сделать два тарифа. Тариф для себя и тариф для диплома. Тариф для себя перевести полностью в дистанционный формат. Вот сейчас кому-то значит этот бизнес-проект открытый. Перевести полностью в дистанционный формат, сделать цену намного ниже, значит все бы туда побежали. И цену там с получением диплома сделать там в 10 раз выше. Ну, конечно же, это была бы другая история. Но мы не занимаемся ахинеей, мы не выдаем сертификаты. Мы серьезная организация, которая, во-первых, отчитывается перед Министерством образования, а во-вторых, это мы сейчас сидим там условно в маленькой аудитории, но помяните наше слово, что это скоро перерастет в нечто большее. И я не знаю ни одного вуза, который придерживается ценностям, которые схожи с нашими, что они выдают вот какие-то непонятные, да, что они выдают какие-то сертификаты, что вот значит человек прослушал этот курс полтора года. Такое тоже бывает, но мы этим не занимаемся. Я дополню с твоего разрешения. Как зовут, Наталья? Да. Смотрите, даже если вы понимаете, что вы не знаете, будете вы работать в профессии, не будете вы работать в профессии, я вам рекомендую дойти до конца со всеми испытаниями, сложностями. И даже если вы для себя этот курс выбрали, то вам для себя надо дойти до конца. Зачем вам выбирать курс для себя, если вы до конца дойти не хотите? То это модель вашей жизни. Я выбираю жизнь для себя, но правда я не довожу дело до конца. Так если вы выбрали курс для себя, для своего образования, для своего развития, так доведите его до конца. Смысл тогда себя обманывать. Поэтому даже если вы поняли, что вы не будете практиковать, вы на середине поняли, что вы хотите для себя, и вы много поняли, вы много в себе разобрались, выкопали все, что вы хотели выкопать, и вообще гей, просто доведите его до конца. Закройте этот гештальт, скажите, я молодец. Полюбите себя, купите себе подарок и радуйтесь. Но если для себя даже, но не обрывайте, потому что это удар по самооценке. Не надо этого делать. Закончите. А дальше уже примите решение. Да, я думаю, что все. В принципе, на все вопросы, которые можно было задать, их нам задали, и мы ответили. Поэтому мы можем завершать нашу трансляцию. Я прощаюсь с нашими дистанционными слушателями. Тогда я сейчас завершу и не разбегайтесь, как закончит Алексей. Мы с вами закончим после того, когда вы заберете свои документы, которые сегодня должны получить на руки. Хорошо? Договора, да. Да. Мы заканчиваем. У нас было вводное занятие. Меня или миры не будет так в большом количестве. Я знаю, что вы от нас немножко устали. Эльмера будет со мной на шестом модуле. Мы будем с ней на наших с вами лекциях в субботу и воскресенье мы будем сидеть вот в этом прекрасном углу за партой как школьники. Возможно, когда будут вопросы с врачами, с преподавателями, я буду тоже как-то участвовать. Когда вы немножко оживитесь и взбодритесь, не будете так бояться коллоквиумов, экзаменов, поверьте, не нужно этого бояться. Мы не ставим вас задачу, но себе задачу вас уконтропопить. Все вы сдадите, все вы поймете, все вы разберетесь. Мы продолжаем с вами 9-го числа, то есть не завтра, 9-го. Все помнят это? У вас начинается физиология. Сергей Сергеевич. Сергей? Владимир Александрович. Владимир Александрович. Я еще их не запомнил всех. Меняется все это. Очень рекомендую, не пропустить. Не просто так мы поставили физиологию первым блоком, потому что Меркуриев это тот преподаватель, который вам нужен. Кто-то с ним уже знаком, как я знаю, кто-то слышал, поэтому не пропустите. 9-го числа мы начинаем уже непосредственно ПЕТ-процесс. Я вас всех благодарю. Еще раз хочу сказать, что в начале то, что у кого-то не открывалась трансляция, это было связано с ошибкой кодека со стороны партнеров. Эта ошибка кодека исправлена. Пересматривайте это занятие в копии, если кто-то хочет еще раз что-то повторить. Меня не будет, Сальмир, встреваться в лекции. Не бойтесь. Мы дистанцируемся, мы будем просто рядом. Есть еще какое-то пожелание, да? Пожалуйста. Татьяна спрашивает, подскажите, пожалуйста, если в процессе обучения освободится место научного образования, можно ли будет его занять? Если освободится в процессе обучения место научного образования, кто готов свое место отдать, Татьяне? Татьяна, пока что на данный момент времени никто не готов. Можно устроить биржу, и выпустить криптовалюту школы эмоционального интеллекта. Но если вдруг так случится, то мы будем рассматривать уже как бы это в каком-то особом порядке, но мы вообще не планируем. То есть у нас есть четкое представление о том, что вот у нас собрана аудитория, и у нас она собрана. Другое дело, что те люди, кто не попали на очно, но они живут в Москве, и они онлайн обучаются. Я думаю, мы будем делать какие-то дополнительные дни открытых дверей, или какие-то дополнительные встречи. Я буду в зуме делать, может быть, вы можете подъехать и просто поговорить, спросить, что-то уточнить. Мы всегда открыты, и это не значит, что вы на лекцию придете, потому что вот эти люди прекрасные, они успели, и их обучение стоит дороже. Но приехать, что-то спросить, уточнить у меня, у Эльмира, мы всегда открыты, ответим на все ваши вопросы, тем более, если вы в Москве находитесь. Если вы смотрите эту лекцию в Ютьюбе, потому что мы это открытое занятие тоже выложим на наш канал, не побоясь этого, то я вам рекомендую заранее забронировать места на второй поток, который стартует после новогодних праздников. Я вас всех благодарю, просыпаемся, и занимайтесь своими делами, настраивайтесь на прекрасную учебу, все у вас получится, и не нужно бояться, хорошо? Все, спасибо вам большое, до встречи. Спасибо.